Книга восьмая. Чары и печали. Глава первая. Яркий свет. Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса. А Мариус, после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео. Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшиеся отверстия. Обычно на улице почти никого не было. К тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят. Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла. Ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души? Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины. Она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь эту дилемму. Гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего, созданного Богом, именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет. Но, увы, оно же источает и наибольшую тьму. По изволению Божьему Козетта встретила любовь спасительную. Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чаще, что не день все более благоуханный и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец. А Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому. Но был предел, которого они не приступали. Не потому, чтобы уважали его. Они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду, чистоту Козетты. Козетта чувствовала опору, честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на юнгфрау. В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельский чистый Мариус, был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее курсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону. Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга. Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья. Что же это были за слова? Дуновения и только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листьям. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, который льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень. Вы скажете, только и всего? Да-да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор. Но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда, быть произнесенным и выслушанным. Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, тупица и дурной человек. Козетта говорила Мариусу. Знаешь, при всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на ты. Знаешь, меня зовут Эфрази. — Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта. Нет, Козетта — довольно противное имя. Его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя — Эфрази. Тебе разве не нравится это имя, Эфрази? — Нравится. Но Козетта — вовсе не противное имя. — Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази? — Да. В таком случае мне тоже. — Правда, это красиво, Козетта. Зови меня Козеттой. Ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ. В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула. «Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны. Вы, конечно, гораздо ученее меня. Но я померяюсь с вами вот в чем. Люблю тебя». Мариусу в его неземном упоении казалось, что он слышит страфу, пропетую звездой. Или еще. Легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала, «Не кашляйте». «Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастный. Что мне тогда делать?» Все это было божественно. Как-то Мариус сказал Козетти, «Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой». Она смеялась над этим весь вечер. В другой раз он вдруг воскликнул. «А в один прекрасный день в Люксембургском саду мне захотелось прикончить одного инвалида». Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетти о ее подвязке. А это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь. Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного. Приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый пруд решетки, садиться рядом плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание, спускающиеся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка, и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных. Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. Говорить комплименты той, которую любишь, это первая форма ласки, робко испытывающая себя дерзновение. Комплимент — это нечто, похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, при людях к тому, что будет сказано в Алькове. Лирическое излияние, смесь сонеты и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный божественный аромат, несказанные лепят сердце сердцу. «О, как ты прекрасна!» — шептал Мариус. «Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты — милость Божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается, какой волшебный свет разливает она. Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты — сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О, Кузетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп. «Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра», — говорила Кузетта. Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому, как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки. Все существо Кузетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Кузетта была предрассветным сиянием в образе женщины. Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но право, эта маленькая монастырка прямо со школьной скамьи беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца. Вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина в этом вся женщина, в этом все небо. Среди этого полного счастья у них каждый миг навертывались на глаза слезы. Раздавленная Божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость. Их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — умиленность, иногда почти мучительная. А наряду с этим, подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви, они охотно смеялись. И с такой восхитительной свободой так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью. И как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей. Они боготворили друг друга. Неприходящие и вечно движущиеся существуют одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами. В ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце. Они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность. Глава вторая. Упоение полным счастьем. Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это все почти не заходило дальше сообщение имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Полнмерси, что он адвокат, что он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре малый пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем. Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардее, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это. Вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал. В его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному. Он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными. Кто не испытал всего этого? Увы. Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса? И зачем жизнь продолжается дальше? Любовь почти целиком заступает место мысли. любовь пламенно изобвение всего остального. Потребуйте к логике у страсти. В человеческом сердце также трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все за исключением остального. Для влюбленных остальное ничто. А отец, действительная жизнь, трущобы, бандиты, недавнее приключение, к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас от того, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все. Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе. Ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом над земной грязью, под самым эфиром в облаке. Почти бесплотные сама душа, самоупоение, уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазуре, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем, как осесть. Они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи вчера, сегодня, завтра. Зачарованные, изнемогающие, парящие, порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство, почти готовые к полету в вечность. Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О, дивный сладкий сон действительности, усыпленный идеалом! Иногда, как нехороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу. Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание. Они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь. Жан Вальжан ничего не подозревал. Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольна, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел Лилию. И так Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо. Кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении, благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она счастлива. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа, услышав, как Козетта открывает застекленную дверь. Разумеется, днем Мариуса здесь никогда не видели. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Только раз утром он сказал Козетте, у тебя спина в чем-то белом. Накануне вечером Мариус в порыве восторга обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене. Старуха Тусен, рано кончив работу, тоже укладывалась в постель, помышляя лишь о сне. Она тоже ни о чем не догадывалась. Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там. Часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветки деревьев. Если бы в эти мгновения молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили. Так глубоко грезы одного погружались в грезы другого. Невинные прозрачные души, часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковы. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев. Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял пруд от железной решетки на место, так, что в ней не было заметно ни малейшего изъяна. Обычно он удалялся около полуночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говорил Баурелю, можешь себя представить, Мариус является домой в час ночи. Что ж такого, отвечал Баурель, в тихом омуте черти водятся. Иногда Курфейрак, приняв серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариус, молодой человек, вы сбились с пути истинного. Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса. Неземные страсти были ему непонятны, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности. Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием. «Дорогой мой, ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут». Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря и безмолвно, как могила. Однако Курферак видел в Мариусе новое, его сияющую счастьем молчаливость. В течение этого сладостного мая Мариусе и Козетта познали великое блаженство. Поссориться и говорить друг другу «вы», только для того, чтобы с большим наслаждением сказать потом «ты». Долго рассказывать друг другу со всеми подробностями о людях, до которых им не было никакого дела. Лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью. Либретто почти ничего не значит. Для Мариуса слушать, как Козетта говорит о нарядах, для Козетты слушать, как Мариус говорит о политике, прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохту колясок на Вавилонской улице, смотреть на звезду в небесах или на светляка в траве, вместе молчать, наслаждение еще большее, чем беседовать, и так далее, и так далее. Между тем надвигалась гроза. Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару инвалидов. По обыкновению он шел, опустив голову. Собираясь свернуть на улицу Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него, «Добрый вечер, господин Мариус». Он поднял голову и узнал Эпонину. Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме. Он ее больше не видел, и она исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и однако ему была тягостна эта встреча. Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству. Она ведет его, мы это уже установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эту девушку зовут Эпониной Тенардие, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой готовностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса беспрекрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви. Ах, это вы, Эпонина, ответил он с некоторым замешательством. А почему вы говорите мне вы? Разве я вам сделала что-нибудь дурное? Нет, ответил он. Конечно, он ничего не имел против нее, ровно ничего, но он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе. Говоря ты, Козетти, он должен был говорить вы, Эпонине. Он молча смотрел на нее. Скажите же, начала она и запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла. Ну, снова начала она, потом опять замолчала, потупив глаза. Покойной ночи, господин Мариус, вдруг резко сказала она и ушла. Глава четвертая. Кэп по-английски то, что катится, а нарго то, что лает. на следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года, дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозовыми тучами над горизонтом Парижа, Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей. Вдруг между деревьями бульвара он заметил приближающуюся к нему Эпонину. Два дня подряд это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца. Вот почему Эпонина шла за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить. И так Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Моррюс отодвинул пруд решетки и проскользнул в сад. Смотри-ка, сказала она себе, идет к ней в дом. Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Моррюс. Ну, нет, черта с два, сердито пробормотала она и уселась на цоколе рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной, и где разглядеть Эпонину было невозможно. Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями. Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый, запоздалый буржуа, торопившийся поскорее именовать это пустынное место, пользовавшийся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой угрожающий голос. Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер. Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг. Прохожий имел основание торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порзень на некотором расстоянии друг от друга у самой стены. Их можно было принять за подвыпивший ночной дозор. Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных. Спустя минуту здесь сошлись все шестеро. Эти люди начали тихо переговариваться. Тот Кайль сказал один из них. Есть ли Кэп в саду? Спросил другой. Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать. Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку? Есть. Решетка старая, добавил пятый, говоривший голосом чрево вещателя. Тем лучше, сказал второй. Значит, не завизжит под скрипкой и ее нетрудно будет разделать. Шестой до сих пор еще не открывавший рта принялся исследовать решетку, как это делала Японина час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут, как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо. Он почувствовал резкий толчок прямо в грудь и хриплый голос негромко произнес «Здесь есть Кэп». И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку. Он испытал потрясения, которые вызывают неожиданность. Он словно весь ощетинился. Нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя. Один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал, заикаясь «Это еще что за потаскуха! Ваша дочь!» Действительно, это была Эпонина, а говорила она Стенардие. При появлении Эпонины звенегрош, живоглот, бобет, манпарнас и брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью присущие людям ночь. В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называют скосынкой. «Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли?» приглушенным голосом воскликнул Теннерди. «Пришла мешать нам работать?» Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею. «Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала, маньон, здесь нечего делать. Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка. Как я давно вас не видела. Значит, вы на воле?» Теннерди попытался высвободиться из объятия Эпонины и прорычал отлично, поцеловал и довольно. «Да, я на воле. Уже не в неволе, а теперь ступай». Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность. «Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться? Расскажите мне про это. А мама? Где мама? Скажите, что с маменькой?» «Она здорова», ответил Теннерди, «впрочем, не знаю. Говорят, тебе пусти меня и проваливай». «Ни за что не уйду», жеманчила Эпонина с видом балованного ребенка. «Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать». И тут она снова обняла отца за шею. «Ах, черт, как это глупо!» не выдержал Бабет. «Мы теряем время», крикнул живоглот, «того и гляди появятся легавые». Голос чревовещателя продекламировал двустишие «Для поцелуев свой черед! у нас теперь не Новый год». Эпонина повернулась к пяти бандитам. «А, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет! Здравствуйте, господин Звенигрош! Вы меня не узнаете, господин живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?» «Не беспокойся, все тебя узнали», проворчал Теннерде. «Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое!» «Этот час курам спать, а лисицам гулять», сказал Монпарнас. «Нам надо тут го поработать, понятно?» прибавил Бабет. Эпонина схватила за руку Монпарнас. «Берегись! Обрежешься! У меня перо в руке!» предупредил тот. «Монпарнас, миленький!» кротко молвила Эпонина. «Люди должны доверять друг другу!» «Разве я не дочь своего отца?» «Господин Бабет!» «Господин Живоглот!» «Ведь это мне поручили выяснить дело!» Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор, как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен. Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала «Вы же знаете, что я не дура! Мне же всегда доверяют!» «Я вам оказывала при случае услуги!» «Но так вот, я навела справки!» «Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности!» «Ей Богу, вам нечего делать в этом доме!» «Там одни женщины!» сказал Живоглот. «Нет, все выехали!» «А свечи остались!» заметил Бабет. И показал Эпонине на свет мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Туссен, развешивавшая белье для просушки. Эпонина сделала последнюю попытку. «Ну и что ж», сказала она, «Там совсем бедные люди!» «Это домишко, где не найдешь ни одного Су!» «Пошла к черту!» вскричал Теннерди. «Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть — рыжики, беляки или медный звон!» Он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед. «Господин Монпарнас, дружочек», сказала Эпонина, «Вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!» «Берегись, напорешься на нож», ответил Монпарнас. Теннердиа свойственным ему решительным тоном заявил, «Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело». Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова была уцепилась. «Значит, вы хотите войти в этот дом?» спросила она. «Только сунуть нос», ухмыляясь, заметил чревовещатель. Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала, «Ну, а я не хочу». Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова, «Друзья, слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых». «С нее станется», тихо сказал Теннердье Брюжону и чревовещателю. Она тряхнула головой и прибавила, «Начиная с моего папеньки». Теннердье подошел к ней. «Подальше от меня, старикан», предупредила она. Он отступил, ворча сквозь зубы, «Какая муха ее укусила», и прибавил, «Сука». Она засмеялась злобным смехом. «Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка, вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины? Ну, так вот, я женщина, и я вас не боюсь, не думайте. Говорят вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам уже объяснила, «Кэпэд, я плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой. Вы мне надоели. Проваливайте куда хотите, а сюда не являйтесь. Я запрещаю вам. Вы меня ножом, а я вас туфлей. Мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите». Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитом. Вид ее был ужасен. Я и ей не боюсь. Все одно, нынче летом мне голодать, а зимой мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем мужчинами. Они думают, что их может бояться девка. Бояться чего? Как бы не так. Это потому, что ваши кривляки любовницы лезут со страх под кровать, когда вы рычите. Так что ли? А я не таковская. Ничего не боюсь. Эпонина уставилась над Энергия. Да живас, папаша, сказала она и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала. Не все ли мне равно? Подберут меня завтра зарезанный моим отцом на мостовой плюме или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак. Тут она вынуждена была остановиться. Припадок сухого кашля потряс ее. Дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди. Стоит мне только крикнуть, продолжала она, сюда прибегут и хлоп, вас только шестеро, а за меня весь народ. Тен-Ардье двинулся к ней. Не подходить, крикнула она. Он остановился и кротко сказал ей, ну хорошо, не надо, я не подойду. Только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца? вы вы надоели, ответила Эфонина. Нужно ведь нам как-никак жить, есть, подыхайте. Она уселась на цоколь решетки и запела. И ручка так нежна, и ножка так стройна, а время пропадает. Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное. Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшие их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассверепевшие. Она спокойно и сурово глядела на них. Что-то ей засело в башку, сказал Бабет. Есть какая-то причина. Влюблена она что-ли в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины. На заднем дворе старик. На окнах неплохие занавески. Старик должно быть еврей. Я полагаю, что дельца тут выгодная. Ладно, вы все ступайте туда, вскричал Монпарнас. Делайте дело. С девчонкой останусь я. А если она шевельнется? При свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава. Тенардие не говорил ни слова и, видимо, был готов на все. Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, навел на дело, пока еще молчал. Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается. Всем было известно, что только из удальства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, и поэтому пользовался большим авторитетом. — А ты что скажешь, Брюжон? — спросил Бабет. Брюжон с минут помолчал, потом, повертев головой, решил спадать голос. — Вот что! Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. уйдем отсюда. Они ушли. По дороге Монпорнас пробормотал. Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил. — А я нет, сказал Бабет. Дамочек я не трогаю. На углу они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами. — Где будем ночевать сегодня? Под пантеоном. Теннердье, при тебе ключ от решетки, а то у кого же. Эпунина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем. Глава пятая. Что таится в ночи? После того, как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы ведут сумрачное существование. Копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого. То, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком. Вещам неведомым нам живым там в ночи дает сочная ставка. Дикая ощетинившаяся природа пугается приближение чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга. Между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых чрева, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облеченного в саван. Оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии, и чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари воплощение грубой материи испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходцы из берлоги. Свирепая боится зловещего, волки пятятся перед оборотнем. Глава шестая. Мариус возвращается к действительности и дает Козетти свой адрес. В то время, как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой. Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным, никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным, никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви. Никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала. Ее глаза покраснели. То было первое облако над восхитительной мечтой. Что с тобой? Это были первые слова Мариуса. Сейчас начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала. Сегодня утром отец велел мне быть готовый. Он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать. Мариус задрожал. В конце жизни умереть значит расстаться. В начале ее расстаться значит умереть. В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом. Позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой. Иногда же о душе и вовсе забывают, потому что ее нет, прибавляют Фаблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм всего-навсего кощунства. Фаблаз, герой фривольного романа французского писателя XVIII века Луве де Кувре «Приключение кавалера Фаблаза», 1787 год, бездушный развратник, его имя стало нарицательным. И так Мариус обладал Козеттой, как обладают духи. Но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились каждую ночь видеть друг друга во сне и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами, Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила, ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки, все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах и даже твердил себе, то был глухой, неясный лепет, пробивающийся чувственности, что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее курсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. Это моя, нет, это моя, уверяю тебя, ты ошибаешься, это, конечно, я, то, что ты принимаешь за себя, я. Мариус был частью Козетты, Козетта частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой, для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова. Нам придется уехать. Резкий голос действительности крикнул ему, Козетта не твоя. Мариус пробудился. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни. Слово уехать грубо вернуло его к жизни. Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его, что с тобой. Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала, я не понимаю, что ты говоришь. Она повторила, сегодня утром отец велел мне собрать все мои чтобы я уложил его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что может быть мы отправимся в Англию. Но ведь это чудовищно, воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок Бузириса, Тиберия и Генриха Восьмого по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию, только потому, что у него там какие-то дела. — «Когда же ты уезжаешь?» — упавшим голосом спросил он. Он не сказал «Когда?» — «А когда же ты вернешься?» Он не сказал «Когда». Мариус встал и холодно спросил «Козетта, вы поедете?» Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и растерянно проговорила «Куда?» «В Англию». «Вы поедете?» «Почему ты говоришь мне вы?» «Я спрашиваю вас, поедете ли вы?» «Ну, что же мне делать?» «Скажи», ответила она, умоляюще сложив руки, «Значит, вы едете». «А если отец поедет?» «Значит, вы едете». Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее. «Хорошо», сказал Мариус, «тогда и я уеду куда-нибудь». Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. «Что ты хочешь сказать?» прошептала она. Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу. «Ничего», ответил он. Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме. «Какие мы глупые!» «Мариус, я придумала». «Что?» «Если мы уедем, и ты уедешь, я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду». Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю. «Уехать с вами?» крикнул он Козетти. «Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет. Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров курфейраку одному моему приятелю, которого ты не знаешь. На мне старая грошовая шляпа. На моем сертуке спереди недостает пуговицы. Рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают. Уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий, ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь. Если бы ты видела меня днем, ты подарила бы мне су поехать в Англию. Да мне нечем заплатить за паспорт. Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо, не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния. Долго стоял он так. Такое горе, бездна, порождающее желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный. То рыдала Козетта. Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса. Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ступни, выступавшие из-под платья. Она молча позволила ему это. Бывают минут, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня. Не плачь, сказал он, «Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне», прошептала она. «Ты любишь меня?» спросил он. Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы. «Я обожаю тебя». Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал «Не плачь». «Ну, ради меня не плачь». «А ты, ты любишь меня?» спросила она. Он взял ее за руку. «Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну, так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое. Если ты уедешь, я умру». В то, никаким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное как судьба проносится мимо. Испуганная она перестала плакать. «Теперь слушай», сказал он, «не жди меня завтра». «Почему? Жди послезавтра». «Почему?» «Потом поймешь». «Целый день тебя не видеть — это невозможно. Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, может быть, целую жизнь». «Этот человек никогда не изменяет своим привычкам. Он принимает только вечером». В полголоса как бы про себя прибавил Мариус. «О ком ты говоришь?» спросила Козетта. «Я?» «Я ничего не сказал». «На что же ты надеешься?» «Подожди до послезавтра». «Ты этого хочешь?» «Да». Она обхватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду. «Я вот о чем думаю», снова заговорил Мариус. «Тебе надо знать мой адрес. Мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака по стекольной улице, дом 16». Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены стекольная улица номер 16. Козетта опять посмотрела ему прямо в глаза. «Скажи мне, Мариус, что ты задумал?» «Ты о чем ты думаешь? Скажи о чем?» «О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь». «О чем я думаю?» «Вот о чем». «Чтобы Бог хотел нас разлучить?» «Этого не может быть. Жди меня послезавтра». «А что же я буду делать до тех пор?» спросила Козетта. «Ты где-то там приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины!» «А я останусь одна. Как мне будет грустно!» «Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи!» «Я попытаюсь кое-что предпринять. А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из Эврианты то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна». Эврианта опера Вебера впервые поставлена в 1823 году. «Ну, послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные. Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду. Я тоже». Безотчетно движимый одной мыслью, увлекаемые электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении. Оба с самой своей скорби, упоенной страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды. Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпонина шла следом за бандитами до самого бульвара. Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, мысль, которую, увы, он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение. Глава седьмая старое сердце и юное сердце друг против друга. Дедушке Жильнорману пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер Страстей Господних номер шесть в своем старом доме. Как помнит читатель, это был человек старого закала, который ждут смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает и даже печаль не клонит долу. И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что отец начал сдавать. Он больше не отпускал оплеух к служанкам. С прежней горячностью не стучал тростью по площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода он почти не брюзжал на июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в мониторе следующее словосочетание «Господин Гюмбло Конте пер Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался. Это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе. Он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, другими словами этого не выразить, ждал Мариуса, убежденный, что скверный мальчишка рано или поздно постучится к нему. Теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его. Теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи в трескучий мороз мечтают о солнце. Помимо всего прочего, Жиль-Норман чувствовал или убедил себя, что деду нельзя делать первый шаг. Лучше околеть, говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму. У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затасковал. Жиль-Норман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариусе. В своей комнате у изголовья кровати он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной госпожи Пол-Мерси, написанный с нее, когда ей было 18 лет, видимо, желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все время смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал, по-моему, он похож на нее. На сестру? спросила девица Жиль-Норман. Ну, конечно. И на него тоже, прибавил старик. Когда-то, когда он сидел в полном унынии, зявко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить. Отец, неужели вы все еще сердитесь? Она запнулась. На кого? спросил он. На бедного Мариуса. Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом в величайшем раздражении крикнул. Вы говорите, бедный Мариус? Этот господин шалопай, сквернавец, неблагодарный хвостунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка, и отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах. Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери. Я имел честь просить мамзель Жиль Норман никогда мне о нем не говорить. Тетушка Жиль Норман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод. Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. «Видно, он терпеть не может Мариусе». После той глупости означало с тех пор, как она вышла замуж за полковника. Впрочем, как и можно было предположить, девица Жиль Норман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем уландским офицером. Теодюль в роли его заместителя не имел никакого успеха. Жиль Норман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности нравиться. Старик наскучил Улану, Улан опротивил старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения веселый, но не в меру болтливый, легкомысленный, но пошловатый, любивший хорошо пожить, но плохо воспитанный. У него были любовницы, это правда, и он много о них говорил, это тоже правда, но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Жиль Норману надоело слушать росказни о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жиль Норман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой, это делало его уже просто невыносимым. В конце концов, старик Жиль Норман сказал дочери, довольно с меня этого Теодюля, принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку гуляки. Ляск клинков на поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжаться, изображать героя, стягивать себя талию, как баба, носить корсет под керасой, это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе. Напрасно дочь твердила ему, но ведь это ваш внучатый племянник. Жиль Норман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей. Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе. Однажды вечером, это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, он отпустил дочь, и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытой широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую однако не читал. По своему обыкновению он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет гора. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», говорил он. Жиль-Норман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. В нем закипал гнев, и, в конце концов, его озлобленная нежность переходила в негодование. Он дошел до такого состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что, если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено, и ему предстоит умереть, не увидев этого господина. Но все его существо восставало против этого, и его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться. Неужели, говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев, неужели он не вернется? Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил, угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса? Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь, как господина Мариуса? Не знаю, ответил Баск, испуганный, избитый с толку видом своего хозяина. Сам я его не видел. Николетта сказала мне, пришел молодой человек, доложите, что это господин Мариус. Жиль Норман пробормотал еле слышно. Проси. Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус. Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо. Старик Жиль Норман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств. Он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, это был он, это был Мариус. Наконец-то, через четыре года, он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел, что Мариус красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятие, позвать его, броситься навстречу. Он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди. Наконец, вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил, что вам угодно. — Сударь, — смущенно заговорил Мариус, — Жиль-Норману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Жиль-Норман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для ведного старика было невыносимой все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. — Зачем же вы все-таки пришли? С угрюмым видом перебил он Мариус. — Это все-таки означало, если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня. Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность предала сходство с мрамором. Сударь, старик опять сурово прервал его, вы пришли просить в меня прощения? Вы признали свою вину? Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный, и что мальчик смягчится. Мариус вздрогнул. От него требовали, чтобы он отрекся от отца. Он потупил глаза и ответил «Нет, сударь». В таком случае с мучительной и гневной скорбью вскричал старик «Чего же вы от меня хотите?» Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом «Сударь, сжальтись надо мной». Эти слова вывели Жильнормана из себя. Будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Он встал. Он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом. «Жалится над вами?» «Юноша требует жалости у девяностолетнего старика?» «Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее. Вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные. Вы умны, нравитесь женщинам. Вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина. Вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я всеми немощами старости, болезнью, одиночеством. У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос. А у меня нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память. Я постоянно путаю названия трех улиц Шарло, Шом и Сен-Клод. Вот до чего я дошел. Перед вами будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи. Вы влюблены, это само собой разумеется. Меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости, черт возьми. Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во дворце правосудия, господа адвокат, то я вас искренне поздравляю. Вы я вижу шалун. Старик снова спросил серьезно и сердито, так чего же вы от меня хотите? «Сударь», ответил Мариус, «я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое чем. После этого я сейчас же уйду». «Вы глупец!» воскликнул старик. «Кто вам велит уходить?» Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца. «Ну, попроси у меня прощения, кинься же мне на шею». Жиль Норманд чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон. Он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал. Это приводило старика в бешенство. Он продолжал, «Как? Вы пренебрегли мной, вашим дедом. Вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда. Вы огорчили вашу тетушку. Вы сделали это... Догадаться нетрудно, потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой, и когда угодно развлекаться. Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов, даже не попросив меня заплатить их. Вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне? Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста. Жиль Норманд скрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу. Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то. Так о чем же? Что такое? Говорить? Сударь, заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть. Я пришел попросить у вас позволение жениться. Жиль Норманд позвонил. Баск приоткрыл дверь. Попросите сюда мою дочь. Минуту спустя дверь снова приоткрылась. Мадемуазель Жиль Норманд показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки с видом преступника. Жиль Норманд ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал «Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте». Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса. Она словно не узнавала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана. Жиль Норманд, снова прислонившись к камину, разразился целой речи «Жениться». в 21 год. В 21 год. И все у вас улажено. Вам осталось только попросить у меня позволения. Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор, как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали баронам. Вы ведь умеете примерять одно с другим. Республика не дурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко. На улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись 28 июля 1830 года. Пойдите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Эх, они натворили хороших дел, ваши друзья. Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Берийскому и так вам угодно жениться? Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком? Он остановился, но прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил. Ага, значит, у вас есть положение, вы разбогатели, сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом? Ничего, ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью. Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысячи двести ливров, которые я вам даю? Мариус ничего не ответил. Жиль Норман продолжал. А, понимаю, значит, девушка богат. Не богаче меня. Что, бесприданница? Да. Есть надежды на будущее? Не думаю. Совсем нищие. А кто такой ее отец? Не знаю. Как ее зовут? Мадемуазель Фошлеван. Фош как? Фош Леван. Пфф, фыркнул старик. Сударь, вскричал Мариус. Жиль Норман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой. Так, двадцать один год. Никакого состояния. Тысяча двести ливров в год. Баронессе Пон Мерси придется самой ходить к зеленщице и покупать на двусу петрушки. Сударь, заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда. Умоляю вас, заклинаю вас во имя неба. Я простираю к вам руки. Сударь, я у ваших ног. Позвольте мне на ней жениться. Старик рассмеялся злобным, скрипучим хохотом, прерываемым кашлем. Вы верно сказали себе, чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака. Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет. Я бы ему показал мое полное к нему уважение. Обошелся бы тогда и без него. Ну да все равно я ему скажу старый осел. Счастье твое, что ты еще видишь меня. Мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадемуазель, все равно какой, дочерью, все равно чьей. Правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так. Мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь. Мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий. И старая ископаемая не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей кашлеван, пеклеван. Нет, сударь, никогда, никогда, отец, никогда, по тону, каким было произнесено это никогда, Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Жиль Норманд провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта, и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственно вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло. Ну, рассказывай. Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса. Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жиль Нормана выражало грубое, не находившее себе выражение в слове добродушие. Предок уступил место деду. «Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все, черт побери, да чего глупые эти юнцы». «Отец», снова начал Мариус, все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием. «Так, вот именно, называй меня отцом, и дело пойдет на лад». В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола. Жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жиль-Нурман взирал на него с изумлением. «Итак, отец», начал Мариус, «так вот оно что», прервал его Жиль-Нурман, «у тебя правда нет ни гроша. Ты одет как воришка». Он порылся в ящики, вынул кошелек и положил на стол. «Возьми тут стол у Идоров, купи себе шляпу». «Отец», продолжал Мариус, «дорогой отец, если бы вы знали, я люблю ее». «Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду. Она приходила туда. Сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижу с ней каждый день у нее дома. Ее отец ничего не знает». «Вообразите себе, они собираются уехать. Мы видимся в саду по вечерам. Отец хочет увезти ее в Англию. Ну, я и подумал, пойду к дедушке и скажу ему все. Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда. Кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой на улице Плюме. Это недалеко от дома инвалидов». Жиль Норманд, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени. «Улица Плюме?» «Ты говоришь улица Плюме?» «Погоди-ка». «Нет ли там казармы?» «Ну да, это та самая. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то?» «Ну, этот улан, офицер». «Про девочку, мой дружок, про девочку?» «Черт возьми!» «Да на улице Плюме, на той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме в саду. Настоящая помела. Вкус у тебя не дурен, говорят, прихорошенькая. Между нами я думал, что этот пустяльга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить, он похвал. Мариус, я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю видеть тебя влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру. Я должен отдать себе справедливость. Из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми. Спорить тут нечего. Так значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Ну, это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории, и не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? Враж не приходит, трагедий не разыгрывают. Супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым, обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола. Ему говорят, дедушка, вот какое дело. Дедушка отвечает, да это очень просто. С молоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери. Нет ничего лучше на свете. Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помех. Ты меня понимаешь? Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой. Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами, дурачок, сделай ее своей любовницей. Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Помелы, Казармы, Улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой как лилия. Старик бредил, но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова, сделай ее своей любовницей, пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги. Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям, затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил. Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца. Сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте. Жиль Нурман, окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась и Мариус исчез. Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил «Помогите! Помогите!» Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким хриплым голосом «Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой! Боже мой! Теперь он уже не вернется!» Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть ли не до пояса. Баско и Николетто удерживали его сзади и стал кричать «Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!» Но Мариус не мог услышать его. В это мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи. Девяностолетний старик с выражением тягчайшей муки несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло без пульса, без голоса, без слов. Без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь. Книга девятая «Куда они идут?» Глава первая Жан Вальжан В тот же день в четыре часа Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсово поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке, и в серых холщовых штанах. Картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокойно счастлив. То, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось. Однако, недели две назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардие. Жан Вальжан был переодет, и Тенардие его не узнал. Но с тех пор он видел его еще несколько раз. И теперь был уверен, что Тенардие бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардие здесь, значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя неспокойно всякий, кто имел основание что-либо скрывать. Политические смуты представляли неудобства в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Море, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Пепен — мелкий торговец и Море — рабочий шорник, участники народных восстаний 1830 и 1832 годов. Позже примкнули к заговору Фиеске и были казнены в 1836 году. Он решил покинуть Париж и даже Францию и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсово поля, он глубоко задумался. Его обуревали мысли о Теннердье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта. Он был очень озабочен всем этим. Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром, встав пораньше всех и, прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись нацарапанную на стене по-видимому гвоздем «Стекольная улица номер 16». Это было сделано совсем недавно. Царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а акустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности надпись сделали ночью. «Что это значит? Чей это адрес? Условный знак для кого? Предупреждение кому?» Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен, и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило конвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал козэте о строчке, нацарапанной на стене. Он боялся ее испугать. Внезапно его тревожные размышления были прерваны. Он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная в четверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом большими буквами слово «Переезжайте». Жан Вальжан вскочил, на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека ростом побольше ребенка и поменьше мужчины в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах. Перешагнув парапет, он соскользнул в ров марсово поля. Жан Вальжан в глубоком раздумии отправился домой. Глава вторая Мариус Мариус ушел от Жиль Нормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии. Впрочем, те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это. Улан, пустельга офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании, ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному. Позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает отелло, то не задевает кандида. Подозревать козетту. Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам. Обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анджель Расса, Феи, и Комбофер. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить. Курфейрак спросил его, ты пойдешь на похороны генерала Ламарк? В конце мая 1832 года умер от холеры реакционный министр Казимир Перье, которому были устроены пышные похороны. В ответ на это либеральная буржуазия организовала манифестацию на похоронах умершего от той же болезни бывшего наполеоновского генерала Ламарка, который пользовался широкой популярностью. Похороны Ламарка вызвали волнение в Париже и вылились в народное восстание 5-6 июня 1832 года, жестоко подавленное правительством. Ему показалось, что Курфирак говорит по-китайски. Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову. Весь день он скитался сам не зная где. Время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочный хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в сене, не сознавая этого. Бывают у человек такие минут, когда в голове у него словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся. Он больше ничего не боялся. Он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера. У него была только одна определенная мысль. В девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее. Дальше тьма. Он шел по самым пустынным бульварам и порою ему чудился какой-то странный шум доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя не дерутся ли там. С наступлением темноты ровно в девять часов Мариус как обещал Козетти был на улице Плюме. Подойдя к решетке он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех Козетту. Сейчас он снова увидит ее. Все другие мысли исчезли. Он чувствовал лишь глубокую невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце. Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца. Она ждет меня здесь, подумал он. Козетты и там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад, в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно, и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит, что вам угодно. Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. Козетта! крикнул он. Козетта! Повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме. Моррюс вперил отчаянный взор в мрачный дом, черный и безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько дивных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку у крыльца. Сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившееся с улицы, заслоненной от него деревьями. «Господин Мариус?» Он встал. «Что?» спросил он. «Господин Мариус, вы здесь?» «Да». «Господин Мариус», снова раздался голос, «ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шан-Врэ-Ри». Голос показался ему знакомым. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпунины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся пруд, просунул голову и увидел человека с виду юношу, исчезавшего в сумерках. Глава третья Мабеф Кошелек Жана Вальжана не принес пользы Мабефу. По своей благородной, но наивной строгости Мабеф не принял подарка звезд. Он не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша и отнес Кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передаст в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь Кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, а Мабефа он не выручил. Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору. Опыты с Индиго в ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке. Теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его флоры. Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением клише он не мог пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры флоры и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не оставалось от труда всей его жизни. Он проедал деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что этот жалкий источник иссякает, он бросил сад и оставил его невозделанным. Уже давно отказался от яиц и куска мяса. Он заменил их хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель. Затем все без чего мог обойтись из постельного белья, лишнюю одежду, одеяло, затем гербарии и эстампы. Но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, исторические и библейские четверостишие, издания 1560-го года, свод библей Пьера де Бесса, жемчужины Маргариты Жанна де Лае с посвящением королеве Наваррской, об обязанностях и достоинствах посла Сьера де Вилье Хатмана, раввинский стихослов 1644-го Тибул 1567-го с великолепной надписью Венеция в доме Мануция. Наконец, экземпляр Диогена Лаерция, напечатанный в Леоне в 1644-м году и включавший знаменитые варианты рукописи 411-й 13-го века из Ватикана и двух венецианских рукописей 393-й и 394-й плодотворно исследованных Анрия Тиеном. А также все отрывки на Дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи 12-го столетия из Неаполитанской библиотеки. Мадов не разжигал камина в спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не зажечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей. Его избегали, когда он выходил. Он это замечал. Нищета ребенка внушает участие молодой девушке. Нищета старика никому не внушает участие. Из всех бедствий это наиболее леденящее. Однако папаша Мабеев не утратил своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги. Он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, уцелел только его книжный шкаф со стеклянными дверцами. Однажды тетушка Плутарх сказала ему «Мне не на что приготовить обед». То, что она называла обедом, состояло из хлебца и нескольких картофелин. «А в долг?» спросил Мабеф. «Вы отлично знаете, что в долг мне не дают». Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор. Затем быстро взял одну, сунул подмышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал «Вот вам на обед». Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось тенью, и тень эта уже не исчезала. Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать книги, то стали покупать у него за двадцать су, то, за что он платил двадцать франков тем же книгопродавцам. Том за томом. Вся библиотека перешла к ним. Иногда он говорил «Мне ведь восемьдесят лет». Словно у него была тайная надежда добраться до конца своих дней раньше своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малаке, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Гре. Я должен пять су сказал он тетушке Плутарх весь сияя. В этот день он не обедал. Альды старинные книги в издании Альдов итальянских печатников пятнадцатого шестнадцатого веков. Он был членом общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель общества навестил его, обещал поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. Ну как же воскликнул министр? Конечно надо помочь. Старый ученый, ботаник, безобидный человек. Нужно для него что-нибудь сделать. На следующий день Мобеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. Мы спасены, сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то, кто этот старик. Он вернулся домой пешком в полночь под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра. Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Так прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб, невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, больная чувствовала себя хуже. Нужна была сиделка. Мобофф открыл шкаф. Там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций. Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому. Это было 4 июня 1832 года. Он отправился к воротам Сен-Жак к наследнику Ройоля и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату. На следующий день с рассветом он сел в саду на опрокинутую тумбу. Через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел все утро, опустив голову и тупо глядя на запущенные грядки. Время от времени шел дождь, старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы. Мобеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил, что это такое. Садовник совершенно спокойно ответил «Бунт». «Какой бунт?» «Такой, дерутся». «Почему дерутся?» «А Бог их знает», сказал садовник. «Где же это?» спросил Мобеф. «Где это возле арсенала». Мобеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав «Ах, да, я и забыл», вышел из дому с растерянным видом. Книга десятая 5 июня 1832 года. Глава первая. Внешняя сторона вопроса. Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. И мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения, дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащие нищета, и оно увлекает их за собой. Куда? На волю случая, наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других. Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены. Смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающие себя обойденным судьбой, недовольство, неизбыточные мечты, честолюбие, окруженные непреодолимыми преградами и обвиняющие злодейку судьбу в крушении своих надежд. Наконец, в самом низу чернь, воспламеняющаяся грязь, таковы составные элементы мятежа. Самое великое и самое ничтожное существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, прознашатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все, кто ночует в застроенных домами пустынях, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые и разутые, все они принадлежат мятежу. Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь. Мятеж — это своего рода смерч, при известной температуре, внезапно образующейся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку. Горе тому, кого он уносит с собой и тому, кого он сталкивает с пути. Он разбивает их друг о друга. Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий. Он все притворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро носильщика в генерала. Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе не вреден. Система их воззрений такова. Мятеж укрепляет правительство, которое он не опрокидывает. Он испытывает армию, он сплачивает буржуазию, он развивает мускулы полиции, он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика, это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания. Мятеж 30 лет назад рассматривался еще и с других точек зрения. Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает здравым смыслом. Филинд против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерное доброжелательство. Являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь всего лишь педанством. Филинд против Альцеста в пьесе Мольера «Мизантроп» нетерпимый правдоискатель Альцест противопоставлен Филинту, который приспособился к придворному обществу и пытается примирить с ним Альцеста. Целая политическая школа, именуемая «Золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы между горячей и холодной. Школа эта с ее ложной глубиной и верхоглядством изучает следствие, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бронит народные волнения. Если послушать эту школу, то окажется, что мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили враспорю революцию, вначале отмеченную единодушием. В июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны. Мятеж обнаружил их. Появились основания для того, чтобы утверждать «Ага, наступил перелом». После июльской революции люди чувствовали только освобождение. После мятежей они почувствовали катастрофу. Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротство. Нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх, во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции 20 миллионов, второй 40, третий 60. Трехдневный мятеж обходится в 120 миллионов. Иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из 60 линейных кораблей. Конечно, с точки зрения исторической, мятеж по-своему прекрасен. Уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война. В одной чувствуется душа леса, в другом сердце города. Там Жан Шуан, здесь Жан. Жан Шуан один из вожаков контрреволюционных банд в восстании шуанов во время Великой Французской революции. Жан герой народных восстаний 1830 и 32 годов. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее яркие особенности парижского характера. Великодушие, самоотверженность, бурная веселость. Здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойства просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различия в возрасте. Это одна и та же раса, это те же стойки, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумия. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии. Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующиеся этим ранам нанесенным революцией ей уже самой. Торжество побежденных в 1830 году твердящих, что же мы все это предвидели. Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся и Францию несомненно ослабевшую. Прибавьте, потому что следует сказать обо всем, кровопролитие, слишком часто позорящее победу расцверепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге мятежи были губительны. Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно. А мы, мы отбрасываем слово мятеж, слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва? Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И всякий ли мятеж является бедствием? мятеж? А если бы 14 июля и обошлось в 120 миллионов? Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции 2 миллиарда? Даже за ту же цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, и мы же ищем причины. Мы уточняем. Глава 2 Суть вопрос Есть мятеж и есть восстание. Это проявление двух видов гнева. Один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удается захватить власть. Тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием. А нападение части на целое есть мятеж. В зависимости от того, кто занимает тюэлери, король или конвент, нападение на тюэлери может быть справедливым или несправедливым. Одно и то же оружие, наведенное на толпу, виновно 10 августа и право 14-го ван демьера. 14-е ван демьера 6-го октября 1795-го года армия конвента подавила раэлистский мятеж в Париже. С виду схожа по существу различно. Швейцарцы защищали ложное, Бонапарт истинное. То, что всеобщее голосование создало, создавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации. Инстинкт массы вчера ясновидящей может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Террей аббат, назначенный по протекции фаворитки Людовика XV Маркизы Помпадур генеральным контролером французских финансов. Вызывал глубокую ненависть в народе. Когда в 1774 году Террей пал и был заменен Тюрго, на улицах Парижа сжигались чучела, изображавшие ненавистного аббата. Поломки машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый шкалерами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней. Это мятеж. Рамюс или Роме Пьер, французский философ 16 века, противник схоластики, подвергавшийся гонениям со стороны ее оплота университета Сорбонны. В Варфоломеевскую ночь 1572 года был зверски убит в своем рабочем кабинете. В 1765 году, когда Руссо жил в Швейцарии, группа людей, натравленных на Руссо реакционным духовенством, забросала камнями окна и двери его дома. Израиль против Моисея, Афины против Фокеона, Рим против Сцепиона, это мятеж, Париж против Бастилии, это восстание. Сцепион африканский младший второй век до нашей эры, римский полководец, закончивший третью пуническую войну взятием и разрушением Карфагена. В Риме враги возбудили против Сцепиона политический процесс по обвинению в Утайке денег. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба, это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса. Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероятным, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент в день спасения в час народной победы оборачивается шуанством, объединяется с троном и восстание против становится мятежом за. Мрачные образцы невежества. Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. Смерть соляной пошлини порождает да здравствует король. Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авеньонские душегубы, убийцы Калиньи, убийцы госпожи Даламбаль, убийцы Брюна, шайки противников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидрианцы, банды Жигю, кавалеры на рукавной повязке, вот мятеж. Вандея это огромный католический мятеж. Госпожа де Ламбаль, приближенная королевы Марии Антуанетты, замешанная в роилийских интригах, была убита толпой во время сентябрьских казней 1792 года. При реставрации ряд лиц, неугодных Бурбоном, обвинялся в ее смерть, в частности, под этим предлогом был убит бандой монархистов в городе Авеньоне, наполеоновский маршал Брюн. Банды Жигю, раилийские отряды, учинявшие во время термидрианской реакции кровавую резню среди республиканцев. Кавалеры на рукавной повязке свита герцога Ангулямского, высадившегося в Бордо в 1814 году. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс. Есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком на бате звучит бронза. Колебания страстей и невежества, нечто иное, чем толчок прогресс. Восставайте, но только для того, чтобы расти. Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж. Движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание — это взрыв ярости, охвативший истину. Уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание. Гебер против Дантона — это мятеж. Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафаэт, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым преступным покушением. Существуют и некоторые различия в степени накала. Нередко восстание вулкан, а мятеж горящая солома. Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник, Камил де Молен — правитель. Порою восстание — это возрождение. Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, и четыре предшествовавшие ему века характеризовались попранием прав и страданиями народа. И все же каждая историческая эпоха несла с собою свою, возможную для нее формулу протеста. При цезарях не было восстаний, зато был ювенал. Ювенал Децим Юний около шестидесятого, около сто двадцать седьмого, римский поэт-сатирик, бечевавший нравы аристократия. Стих порожденный возмущением. Ювенал сатиры первая заступает место Гракхов. При цезарях был сиенский изгнанник, кроме него был еще человек, написавший анналы. Анналы книга римского историка Тацета около пятьдесят седьмого, около сто семнадцатого, в которой рассказана история римских императоров от смерти Августа до смерти Нерона. Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса. Он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим Неневию, на Рим Вавилон, на Рим Содом, пылающий отблеск апокалипсиса. Изгнанник Патмоса по церковному преданию один из двенадцати апостолов Иоанн Богослов был сослан за проповедь христианства на остров Патмос. Там он якобы имел откровение, составившее содержание книги Апокалипсис, Неневия, столица сирийского государства около четырнадцатого, седьмой века до нашей эры, известная в древности богатством и распущенностью нравов. Вавилон один из древнейших городов Вавилонии. В христианской литературе Вавилон фигурирует как символ пышности и разврат. Содом по библейскому сказанию город, жители которого отличались чудовищной развращенностью. За это Содом вместе с Гаморой был испепелен небесным огнем. Иоанн на своей скале это сфинкс на пьедестале. Можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден, но человек, написавший анналы, латининин, скажем точнее, римлянин. Царствование нейронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные мецо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной, следует влить в сделанные им борозды сгущенную язвящую прозу. Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном. Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Вереса, совсем затупилось бы о Каллигулу. Верескай, первый век до нашей эры, римский наместник в Сицилии, злоупотреблявший властью ради наживы. Цицерон разгромил Вереса в ряде обвинительных речей. Каллигула, Гай Цезарь, римский император 37-41 требовал, чтобы ему воздавали божественные почести, истощил Рим безумной роскошью и поборами, убит своими воинами. Меньше размаха в строении фразы, больше напряженности в ударе. Тацет мыслит со всей мощью. Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истинной и справедливости, поражает подобно молнии. Заметим мимоходом. Примечательно, что Тацет исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацет два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацет велик. Бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, вся эта слава искупает Рубикон. В 49 году, выступив из Галлии против Помпея, Юрий Цезарь перешел реку Рубикон, запретную для гальских войск границ. Этим Цезарь объявил открытую войну Римской Республики. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства. Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел. И мастера, например, и Тацат и Ювенал с еще большей пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить. Рим смердит отвратительнее при Вителии, чем при Сулли. При Клавдии и Домициане отвратительное присмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов дело рук деспота, их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы. Власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны, тоже при Каракалле, тоже при Коммоде, тоже при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду. Вителий, один из четырех римских императоров, быстро сменявших друг друга во время гражданской войны в середине первого века, стал императором в шестьдесят девятом году и уже через несколько месяцев был растерзан ненавидевшим его народом. Клавдий, римский император сорок первый, пятьдесят четвертый, был отравлен своей женой Агриппиной с целью передачи власти сыну ее Нерону. Каракалла, Марк Аврелий Антоний, римский император начала третьего века, известный кровавыми расправами и грабежами, был убит своими солдатами. Коммот, Луций Аврелий, римский император конец второго века, прославившийся жестокостью и деспотизмом, по приговору сената был задушен гладиатором. Гелио Габал, римский император начала третьего века, оставил по себе память в истории как развратный деспот, убит заговорщиками. Отсюда появление с виду запоздалое Тацетов и Ювеналов. Лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь. Но и Ювенал, и Тацет, точно так же, как Исаия в библейские времена, как Данте в средние века, это человек. Метеж и восстание это народ, иногда неправый, иногда правый. Чаще всего мятеж является следствием причин материального порядка. Восстание всегда явление нравственного порядка. мятеж это Мазаньелло, восстание это Спартак. Мазаньелло, сокращенное имя рыбака Томазо Аньелло, 1620-1647, вождя народного восстания 1647 года в Неаполе. Восстание в дружбе с разумом, мятеж с желудком. Чрево раздражается, но чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает, у мятежа в Бюзансе, например, реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее, он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он не прав по форме. Свирепый, хотя и справедливый, иступленный, хотя и мощный, он поражал наугад. Он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей. Он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ цель хорошая, истреблять его плохой для этого способ. Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем, как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания мятеж, точно так же, как исток реки, горный поток. И обычно оно впадает в океан, революцию. Впрочем, иногда, рожденные на тех горных вершинах, которые возносятся над дравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданные из чистейшего снега идеалы, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте. Все это в прошлом, будущее иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, как уличных войн, так и войн на границах государства, вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше сегодня, наше завтра — это мир. Впрочем, восстание и мятеж, чем бы первое не отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же. Он плохо разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру. Так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик. Тогда буржуа кричит «Да здравствует народ!» Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание? Восстание Может статься в изображении грозного события, нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, не забывая о различии между его формой, мятежом, и его сущностью, восстанием. Движение 1832 года в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании было так велико, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованные воображения, заявляют они, в один день не успокоить, революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев. Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как эпоха мятежей, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века. Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу. События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут мы на этом настаиваем, именно тут жизнь трепет биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили, это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, но также не все выявили, и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому, факты, которые повлекли за собой забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже на завтра. Но мы можем дать клятву. Мы сами видели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, дни 5 и 6 июня 1832 года. Но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, который мы приподнимаем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения. Глава третья Погребение повод к возрождению Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие. Когда оно заряжено, достаточной искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка. Ламарк был человек действия и доброй славы. И при империи, и при реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох — доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен. Его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайне левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее и толпой за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друе он чувствовал себя в душе одним из маршалов Наполеона. Граф Жерар, наполеоновский генерал, при реставрации депутат-либералов, после революции 1830 года, военные министры маршал, граф Друе д'Эрлон, наполеоновский маршал, в 1834 году был назначен генерал-губернатором Алжира. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона, нескрываемый ненавистью, вызывавший сочувствие у народа, и в продолжении 17 лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоу. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры ста дней. Наполеон умер со словами «армия» на устах Ламарк со словом «отечество». Близкая его смерть страшила народ как потеря, а правительство как повод к волнению. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло. Накануне и в самый день 5 июня, день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместие, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняла угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались как могли. Столяры запаслись распорками от верстаков, чтобы взламывать двери. Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой, горя желанием идти на приступ, три дня спал, не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля. Тот спросил, куда ты идешь? Да видишь ли, у меня нет оружия. Ну так что же? Вот я и иду на стройку за своим циркулем. А на что он тебе? Не знаю, ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих. Ну ка поди сюда. Потом давал им десять сун и вино и спрашивал, у тебя есть работа? Нет, поди к Фиспьеру, это между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу. У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари мчались как на почтовах, то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми возле тронной заставы и у Капелля в колпачке посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались. Ты где держишь пистолет под блузой, а ты под рубашкой. На поперечной улице у мастерской Роланда и во дворе Мезон Брюле против мастерской инструментальщика Бернье шептались кучки людей. Нистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал больше недели. Хозяева увольняли его, потому что приходилось все время с ним спорить. Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос «Чего же ты хочешь?» отвечал восстание. Рабочие собравшись на углу улицы Берси поджидали Ле-Марена революционного уполномоченного предместия Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыт. Итак, 5 июня в день то солнечный, то дождливый по улицам Парижа с официальной военной пышностью и с предосторожности несколько преувеличенной следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона с барабанами затянутыми черным крепом и с опущенными ружьями 10 тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей возбужденные необычные члены общества друзей народа студенты юридического факультета медицинского факультета изгнанники всех национальностей знамена испанские итальянские польские немецкие длинные трехцветные знамена всевозможные флаги дети размахивавшие зелеными ветками плотники и каменотесы как раз бастовавшие в это время типографчики приметные по их бумажным колпакам шли подвое потрое крича размахивая палками а некоторые и саблями беспорядочно и тем не менее дружно где шумной толпой где стройной колонной отдельные группы выбирали себе предводителей какой-то человек вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами казалось сделал смотр плотным рядам которые проходили перед ним на боковых аллеях бульваров на деревьях на балконах в окнах на крышах всюду виднелись головы мужчин женщин детей у всех глаза были полны тревоги толпа вооруженная проходила толпа сметенная глядела правительство тоже наблюдало наблюдало держа руку на эфесе шпаги на площади Людовика 15 можно было заметить в боевой готовности с полными патронташами с заряженными ружьями и мушкетонами четыре эскадрона карабинеров на конях с трубачами впереди в латинском квартале и в ботаническом саду муниципальную гвардию построенную эшелонами от улицы к улице на винном рынке эскадрон драгун на гревской площади половину 12 полка легкой кавалерии другую половину на площади бастилии шестой драгунский полк у целестинцев двор лувра запрудила артиллерия остальные войска не считая полков парижских окрестностей стояли в казармах ожидая приказа встревоженные власти держали на готове чтобы обрушить их на грозные толпы 24 тысячи солдат в городе и 30 тысяч в пригороде в процессе передавались слухи говорили о происках легитимистов говорили о герцоге рейхштадтском которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту когда толпа прочила его в императоры герцог рейхштадтский римский король некто оставшийся неизвестным объявил что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода выражение лица у большинства людей шедших с непокрытыми головами было восторженное и вместе с тем подавленное среди народа находившегося во власти необузданных но благородных страстей виднелись физиономии настоящих злодеев виднелись мерзкие рты словно кричавшие пограбим существует волнение которые словно взбалтывают глубину болот и тогда вся муть поднимается со дна на поверхность явление это возникает не без участия хорошо организованной полиции шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров от дома умершего до самой бастилии время от времени накрапывал дождь но толпа не замечала его несколько происшествий обнесли гроб вокруг вандомской колонны бросили камни в замеченного на балконе герцога фиджама который не обнажил головы при виде шествия сорвали гальского петуха с народного знамени и втоптали в грязь у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил я республиканец политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь крики да здравствует политехническая школа да здравствует республика отметили путь процессии у бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида спустившись из Сен-Антуанского предместья присоединились к кортежу и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу вандомская колонна колонна воздвигнутая в 1806 году на вандомской площади в Париже в память военных побед Наполеона бросили камни в герцога Фиджама герцог Фиджам Эдуард французский аристократ из английской фамилии после июльской революции подвергся аресту за политические связи с герцогиней Берийской гальский петух одна из национальных эмблем Франции во времена французской революции изображался на государственных знаменах эксельманс наполеоновский генерал примкнувший к императору во время ста дней при реставрации был в изгнании при июльской монархии маршал и пер Франции слышали как один человек сказал другому видишь вон того с рыжей бородкой он-то и скажет когда надо будет стрелять кажется этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли но во время другого выступления в деле Кенессе колесница миновала Бастилию проследовала вдоль канала пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста там она остановилась если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета то она показалась бы кометой голова которой находилась у эспланады а хвост распускался на колокольной набережной площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен у колесницы образовался круг огромная толпа умолкла говорил Лафайет он прощался с ламарком это была умилительная и торжественная минута все головы обнажились забились все сердца внезапно среди толпы появился всадник в черном с красным знаменем в руках а некоторые говорили с пикой увенчанной красным колпаком Лафайет отвернулся Эксель-Манс покинул процессию красное знамя подняло бурю и исчезло в ней от колокольного бульвара до аустерлицкого моста по толпе прокатился гул подобный шуму морского прибоя раздались громкие крики Ламарка в пантеон Лафайета в ратушу молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через аустерлицкий мост а Лафайета по Марландской набережной в толпе окружавшие и приветствовавшие Лафайета люди заметив одного немца по имени Людвиг Шнейдер показывали на него друг другу этот человек умерший впоследствии столетним стариком тоже участвовал в войне 1776 года дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брэнд Дивайне под командой Лафайета Трентон город в Соединенных Штатах где 21 сентября 1776 года во время войны за независимость Вашингтон одержал победу над англичанами Брэнд Дивайн река на берегах которой 11 сентября 1777 года Вашингтон потерпел поражение В этом сражении принимал участие на стороне американцев генерал Лафайет Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост на правом драгуны тронулись от целистинцев и развернулись на Марландской набережной народ сопровождавший катафалк Лафайет внезапно заметил их на повороте набережной и закричал драгуны драгуны с пистолетами в кобурах саблями в ножнах мушкетами в чехлах при седлах молча с мрачно выжидающим видом двигались шагом в двухстах шагах от маленького моста они остановились фиакр Лафайет достиг их они разомкнули ряды пропустили его и снова сомкнулись в это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение женщины в ужасе бросились бежать что произошло в эту роковую минуту никто не сумел бы ответить это было смутное мгновение когда две тучи слились в одну кто говорил что со стороны арсенала была услышана фанфара подавшая сигнал к атаке другие что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна с этого и началось несомненно одно внезапно раздались три выстрела первым был убит командир эскадрона Шоле вторым глухая старуха закрывавшая окно на улице контраскарб третий задел полет у одного офицера какая-то женщина закричала начали слишком рано и тут же со стороны противоположной Мурландской набережной показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун с саблями на гало мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и колокольному бульвару сметая перед собой все этим все сказано разражается буря летят камни гремят ружейные выстрелы многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав сены в настоящее время засыпанный тесные дворы острова Лувье этой обширной естественной крепости наводнены сражающимися остров Лувье до 40-х годов 19-го века отделялся ныне несуществующим узким рукавом сены от района парижского арсенала здесь вырывают из оград колья стреляют из пистолетов воздвигается баррикада молодые люди оттесненные назад проносятся бегом с похоронной колесницей по аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию прибегают карабинеры драгуны рубят саблями толпа рассыпается в разные стороны шум войны долетает до четырех сторон парижа люди кричат к оружию люди бегут падают отступают сопротивляются гнев раздувает мятеж как ветер раздувает огонь глава четвертая волнение былых времен нет ничего более изумительного чем первые часы закипающего мятежа все вспыхивает всюду и сразу было ли это предвидено да было ли подготовлено нет откуда это исходит от уличных мостовых откуда это падает с облаков здесь восстание имеет характер заговора там внезапного порыва гнева первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет начало исполненное ужаса к которому примешивается какая-то зловещая веселость сперва раздаются крики магазины запираются мигом исчезают выставки товаров потом слышатся одиночные выстрелы люди бегут удары прикладов сотрясают ворота слышно как во дворах хохочут служанки приговаривая ну началась потеха не прошло и четверти часа как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее на улице Сент-Круа де ла Бреттонери десятка два молодых людей длинноволосых и бородатых вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда неся горизонтально трехцветное обернутое крэпом знамя предшествуемое тремя вооруженными людьми один из них держал саблю другое ружье третий пику на улице Нонендьер хорошо одетый буржуа лысый с брюшком с высоким лбом черной бородой и жесткими торчащими усами зычным голосом предлагал прохожим патроны на улице Сен-Пьер Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя на нем белыми буквами начертаны были слова республика или смерть на улицах Постников Часовой Монторгейль Мандар появились люди со знаменами на которых блестели написанные золотыми буквами слова секция и номер одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской на бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников одну на улице Бабур вторую на улице Мишель Леконт третью на улице Тампель В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла 230 ружей почти все двуствольные 64 сабли 83 пистолета Один брал ружье другой штык таким образом можно было вооружить больше народа Напротив Гревской набережной молодые люди вооруженные карабинами располагались для стрельбы в квартирах где остались только женщины у одного из них было кремневое ружье эти люди звонили у дверей входили и принимались делать патроны одна из женщин рассказывала я и не знала что это такое патроны мой муж потом сказал мне толпа людей на улице в Ее-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие труп каменщика убитого оружейным выстрелом валялся на жемчужной улице и всюду на левом берегу на правом берегу на всех набережных на бульварах в латинском квартале в квартале рынков запыхавшиеся мужчины рабочие студенты члены секции читали прокламации и кричали к оружию били фонари распрягали повозки разбирали мостовые взламывали двери домов вырывали с корнем деревья шарили в погребах выкатывали бочки громоздили булыжник бут мебель доски строили баррикады они заставляли буржуа помогать им заходили к женщинам требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей потом испанскими берилами писали на дверях оружие сдано некоторые ставили собственное имя на расписке в получение ружья или сабли и говорили завтра пошлите за ними в мэрию на улицах разоружали часовых одиночек и национальных гвардейцев шедших в муниципалитет с офицеров срывали эпулеты на улице кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии которого преследовала толпа вооруженная палками и рапирами с большим трудом удалось укрыться в доме откуда он мог выйти только ночью и переодетым в квартале Сен-Жак студенты райами вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Эасент в кафе Прогресс или спускались вниз в кафе 7 бильярдов на улице Матюринцев там молодые люди стоя на каменных тумбах у подъездов распределяли оружие на улице Транс-Нонен чтобы построить баррикады разобрали лесной склад только в одном месте на углу улиц Сен-Тавуа и Симон-де-Фран жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду и только в одном месте повстанцы отступили обстреляв отряд национальной гвардии они оставили баррикаду которую начали возводить на улице Тампль и бежали по канатной улице отряд подобрал на баррикаде красное знамя пакет с патронами и 300 пистолетных пуль гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности происходило сразу во всем городе в невероятной суматохе это было как бы множество молний и один раскат грома Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков Средоточием их был знаменитый дом номер пятьдесят который служил крепостью Жанну и его сташести соратникам Защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мири с другой баррикадой на улице Мобуэ он господствовал над улицами Арси Сен-Мартен и улицей Обриле-Буше являвшейся его фронтом Две баррикады заходили под прямым углом одна с улицы Монторгейль на большую бродяжную другая с улицы Жофруа-Ланжевен на Сен-Та-Вуа Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа в Маре на горе Сен-Женевье не считая еще одной на улице Мениль-Монтан где виднелись ворота сорванные с петель и другой возле маленького моста отель-Дье сооруженной и запрокинутой двуколки в трехстах шагах от полицейской префектуры У баррикад на улице гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой сверток похожий на сверток с монетами вот, сказал он на расходы на вино и прочее Молодой блондин без галстка переходил от баррикады к баррикаде сообщая пароль Другой в синей полицейской фуражке с обнаженной саблей расставлял часовых Кабачки и помещения привратников внутри за баррикадами были превращены в караульные посты Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики Узкие неровные извилистые улицы с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно в особенности окрестности рынков представляющие собой сеть улиц более запутанную и беспорядочную чем лес говорили что общество друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа у человека убитого на улице Понсо как установили обыскав его был план Парижа Друзья народа одно из наиболее известных республиканских обществ периода июльской монархии В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила носившаяся в воздухе восстание мгновенно построив баррикады одной рукою другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона меньше чем в три часа подобно вспыхнувшей пороховой дорожки повстанцы отбили и заняли на правом берегу арсенал мэрию на королевской площади все море оружейный завод Попенкур Голиот Шато-До все улицы возле рынков на левом берегу казармы ветеранов Сент-Пелажи площадь Мобер пороховой погреб двух мельниц все заставы к пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии Ланжери квартала Белые Мантии их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали французскому банку казарме Типпер Почтампту треть Парижа была в руках повстанцев битва завязалась всюду с гигантским размахом разоружение обыски быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том что сражение начатое градом камней продолжалось ливнем оружейных выстрелов к шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя мятежники заняли один его конец войска другой противоположный перестрелка шла от решетки к решетке наблюдатель мечтатель автор этой книги отправившись взглянуть на вулкан поближе оказался между двух огней он мог укрыться от пуль только спрятавшись за полуколоннами разделявшими лавки почти полчаса провел он в этом затруднительном положении тем временем пробили сбор национальные гвардейцы торопили одеваться и вооружаться отряды выходили из мэрий полки с казарм против якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом другой барабанщик на лебяжьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми они прорвали барабан и отобрали у него саблю третий был убит на улице Гринье Сен-Лазар на улице Мишель Леконт были убиты один за другим три офицера многие муниципальные гвардейцы раненые на Ломбардской улице отступили перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью Республиканская революция номер 127 была ли эта революция на самом деле восстание превратило центр Парижа в недоступную в извилиных его улиц огромную цитадель здесь находился очаг восстания очевидно все дело было в нем остальное представляло собою лишь мелкие стычки в центре до сих пор еще не дрались это и доказывало что вопрос решался именно здесь в некоторых полках солдат колебались и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее солдаты вспоминали народное ликование с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка два человека бесстрашные испытанные в больших войнах маршал лобо и генерал бюжо командовали войсками бюжо под началом лобо многочисленные отряды состоявшие из пехотных батальонов окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах производили разведку занятых повстанцами улиц а повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад обе стороны наблюдали правительство располагавшее целой армией все же было в нерешительности близилась ночь послышал сен-абад в монастыре Сен-Мери тогдашний военный министр маршал Сульт помнивший Аустерлиц смотрел на вещи мрачно Батавское подворье торговые ряды в Париже маршал Лобо командовал Парижской национальной гвардией после отставки Лафаэта генерал Бюжо в прошлом наполеоновский офицер при июльской монархии палач народного восстания 1834 года послышался набат Сен-Мери набатный звон с колокольни монастыря Сен-Мери был сигналом к народному восстанию 1832 года Старые морские волки привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики этого компаса сражений совершенно растерялись при виде невообразимой бурлящей стихии которая зовется народным гневом ветром революции управлять нельзя в торопях прибежали национальные гвардейцы предмести батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени 14-й линейный пришел из Курбвуа батареи военной школы заняли позиции на площади карусель из Венсенского леса спустились пушки в Тюэлери становилось пустынно но Луи Филипп сохранял полнейшее спокойствие Глава пятая Своеобразие Парижа Как мы уже говорили Париж в течение двух лет видел не одно восстание обычно за исключением взбунтовавшихся кварталов ничто не отличается столь удивительным спокойствием как облик Парижа во время мятежа Париж очень быстро свыкается со всем ведь это всего лишь мятеж а у Парижа так много дел что он не беспокоится из-за всякого пустяка только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью каждый раз когда в Париже начинается восстание когда слышатся барабан сигналы сбора и тревоги лавочники говорят кажется заварилась каша на улице Сен-Мартен или в предместье Сен-Тантуан часто он беззаботно прибавляет где-то в той стороне позже когда уже можно различить мрачную душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы лавочник говорит дерутся там что ли так и есть пошла драка немного спустя если мятеж приближается и берет верх хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир иначе говоря спасает свои товары и подвергает опасности самого себе пальба на перекрестке в пассаже в тупике захватывают отдают и снова берут баррикады течет кровь картечь фасады домов облупливает пули убивают людей в постелях трупы усеивают мостовые а пройдя несколько улиц можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях театры открыты там разыгрываются водевили любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц где торжествует война проезжают фиакры прохожие идут обедать в рестораны и иногда в тот самый квартал где сражаются в 1831 году стрельба была приостановлена чтобы пропустить свадебный поезд во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку в которой стояли графины с какой-то жидкостью переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде услужливо предлагая стаканчик на стойке то правительству то анархии нет 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 ничего нет поразительного но такова характерная особенность парижских мятежей в других столицах ее не обнаружишь для этого необходимо два условия величие парижа и его веселость надо быть городом вольтера и наполеона однако на этот раз в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года великий город почувствовал нечто быть может более сильное чем он сам он испугался всюду в наиболее отдаленных и безучастных кварталах виднелись запертые среди бела дня двери окна и ставни храбрецы вооружались трусы прятались исчез и праздный и занятый прохожий многие улицы были безлюдны словно в 4 часа утра передавались тревожные подробности распространялись зловещие слухи о том что они овладели французским банком что в одном только монастыре Сен-Мерри 600 человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами что пехотные войска ненадежны что Арман Карель видел маршала Клозеля и маршал сказал сначала раздобудьте полк что Лафайет болен но тем не менее заявил я ваш я буду с вами всюду где только найдется место для насилок Арман идут грабить уединенные дома в пустынных уголках здесь можно узнать разыгравшиеся воображение полиции этой Анны Ратклифф в услужениях у правительства Анна Ратклифф 1764 1823 английская писательница автор популярных в конце 18 и начале 19 века готических страшных романов что целая батарея на этот раз дело обстоит серьезно всех тревожила нерешительность маршала сульта почему он не атакует немедленно было ясно что он крайне озабочен казалось старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище наступил вечер театры не открылись патрули разъезжаясь с сердитым видом обыскивали прохожих арестовывали подозрительных к десяти часам было задержано более восьмисот человек префектура была переполнена тюрьма консьержери переполнена тюрьма форс переполнена в консьержери в длинном подземелье именовавшемся Парижской улицей на охапках соломы валялись арестованные леонец лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня в других местах задержанные спали в повалку под открытым небом во внутренних дворах тюрем всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет в домах баррикадировались жены и матери выражали беспокойство только и слышалось боже мой его еще нет изредка доносился отдаленный грохот повозок стоя на порогах дверей прислушивались к гулу голосов криком суматохи к глухому неясному шуму о котором говорили это кавалерия или это мчатся артиллерийские повозки прислушивались к рожкам барабанам ружейной трескотне а больше всего к иступленному набату Сен-Мири ждали первого пушечного выстрела на углах появлялись люди и исчезали крича идите домой и все торопились запереть двери на засовы спрашивали друг друга чем все это кончится по мере того как сгущалась ночь на Париж казалось все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания книга одиннадцатая атом братается с ураганом глава первая о корнях поэзии гавроша влияние на его поэзию одного академика в тот миг когда восстание вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед арсеналом вызвало движение передних рядов назад в толпу сопровождавшую погребальную колесницу и так сказать навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии начался ужасающий отлив людей все это скопище дрогнуло ряды расстроились все бросились бежать спасаться одни призывая к сопротивлению другие побледнев от страх огромная река людей затоплявшая бульвары мгновенно разделилась выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам струясь ручьями как из прорвавшейся плотины в это время какой-то оборванный мальчишка спускавшийся по улице мяниль монтан с веткой цветущего дрока которую он сорвал на высотах предместе бельвиль обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет он бросил ветку на мостовую и крикнув мамаша как тебя я забираю твою машинку убежал с пистолетом минуты две спустя волна перепуганных буржуа устремившаяся по улице амело и по нижней увидела мальчика который шел ей навстречу размахивая пистолетом и напевая днем видно все зато ночами мы ни черта не видим с вами любой забористый стишок для буржуа что вилы вбок эй колпаки господь свидетель вы позабыли добродетель то был маленький гаврош отправлявшийся на войну на бульваре он заметил что у пистолета нет собачки кто сочинил этот куплет в такт которому он шагал и другие песни которые он охотно распевал при случае бог знает возможно он сам гаврош знал народные песенки и присоединял их к своему щебету проказливый гном уличный мальчишка он создавал попури из голосов природы и голосов парижа к птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских он водился с подмастерьями живописцев этим родственным ему племенем кажется он работал три месяца типографским учеником как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина баур лормиана одного из сорока бессмертных гаврош был гомен причастный к литературе кстати сказать гаврош и не подозревал что в ту ненастную дождливую ночь когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона он выполнил роль проведения для братьев братья вечером отец утром вот какова была его ночь покинув на рассвете балетную улицу он поспешил вернуться к слону мастерски извлек оттуда обоих малышей разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак а затем ушел доверив их доброй матушке улице который можно сказать воспитал и его самого расставаясь с ними он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь теперь драла иначе говоря я даю тягу или как выражаются при дворе удираю ребята если вы не найдете папу маму возвращайтесь сюда вечером я вам дам поужинать и уложу спать мальчики подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок или украденные каким-нибудь фокусником или просто заблудившиеся в огромном городе этой китайской головоломки не возвратились на дне нашего общества полно таких потерянных следов гаврош больше не видел ребят с той ночи прошло месяца три не раз гаврош почесывал себе затылок приговаривая куда черт возьми девались мои ребята и так он пришел с пистолетом в руке на капустный мост он заметил что на этой улице оставалась открытой только одна ловчонка и при том что заслуживало особого внимания ловчонка пирожника это был неспосланный проведением случай поесть еще разок яблочного пирожка перед тем как ринуться в неизвестность гаврош остановился пошарил во всех своих карманах кармашках вывернул их и не найдя ни единого суп закричал караул тяжело лишаться последнего в жизни пирожка однако это не помешало гаврошу продолжить свой путь через две минуты он был на улице Сен-Луи переходя королевский парк он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение принявшись срывать среди бела дня театральные афиши немного дальше увидев группу пышущих здоровьем прохожих показавшихся ему домовладельцами он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи да чего они жирные эти самые рантье откормленные набивают себе забыть до отказа а спросите-ка их что они делают со своими деньгами они не скажут они их прожирают вот что жрут сколько влезет в брюхо глава 2 гаврош в походе размахивать среди улицы пистолетом без собачки занятие имеющее весьма важное общественное значение и гаврош чувствовал что его пыл возрастает с каждым шагом между обрывками распеваемой им марсельезы он выкрикивал все идет отлично у меня здорово болит левая лапа я ушиб мой ревматизм но я доволен граждане держитесь буржуа вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок что такое шпики собачья порода нет черт возьми не надо оскорблять собак мне так нужна собачка в пистолете друзья мои я шел бульваром там варится там закипает там бурлит пора снимать пенку с горшка мужчины вперед пусть вражья кровь в поля зальет я за отечество умру не видеть мне моей подружки о да ни-ни конец ни-ни но все равно да здравствует веселье будем драться черт побери хватит с меня деспотизма в эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии гаврош положил пистолет на мостовую поднял всадника затем помог поднять лошадь после этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше на улице ториньи все было тихо и спокойно это равнодушие присущая море представляла резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг четыре кумушки беседовали у входа в дом если в шотландии известны три ведьмы то в париже квартеты кумушек и ты будешь королем столь же мрачно могло быть брошено бонапарту на перекрестке бадуае как в свое время макбету в вереске армюира это было бы почти такое же карканье ты будешь королем в трагедии шекспира макбет это предсказание трех ведьм толкает героя пьесы на преступление но кумушки с улицы ториньи три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком занимались только своими обычными делами казалось все четыре стоят у четырех углов старости одряхление немощь нужды и печали тряпичница была женщина смиренная в этом обществе живущем на вольном воздухе тряпичница кланяется привратница покровительствует причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой она бывает такой какой создают ее привратницы скромной или постной по прихоти того кто сгребает кучу случается что метла добросердечна тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки она улыбалась трем привратницам и какой улыбкой разговоры между ними шли примерно такие а ваша кошка все такая жазлюка боже мой кошки сами знаете от природы враги собак собаки вот кто может на них пожаловаться да и люди тоже однако кошачьи блохи не переходят на людей это пустяки вот собаки и опаснее я помню год когда развелось столько собак что пришлось писать об этом в газетах это было в те времена когда в тюэлери большие бараны возили колясочку римского короля вы помните римского короля а мне больше нравился герцог бордоский а я знала Людовика семнадцатого я больше люблю Людовика семнадцатого говядина это как вздорожала мамаша патагон и не говорите мясники это просто мерзавцы мерзкие мерзавцы одни только обрезки и получаешь тут вмешалась тряпичница да сударыни с торговли дело плохо в отбросах ничего не найдешь ничего больше не выкидывают все поедают есть люди и победнее вас тетушка варгуля что правда то правда угодливо согласилась тряпичница у меня все таки есть профессия после недолгого молчания тряпичница уступая потребности похвастаться присущей натуре человека прибавила как вернусь утром домой так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку по-видимому она хотела сказать сортировку и все раскладываю по кучкам в комнате тряпки убираю в корзину огрызки в лохань простые лоскутья в шкаф шерстяны в комод бумагу в угол под окном съедобные в миску осколки стаканов в камин стоптанные башмаки за двери кости под кровать гаврош остановившись сзади слушал старушки по какому это случаю вы завели разговор о политике спросил он целый залп ругательств учетверенной силой четырех глоток обрушился на него еще один злодей тут как тут что это он держит в своей культяпке пистолет скажите на милость эдакий негодник такие не успокоятся пока не сбросят правительство гаврош исполненный презрения вместо возмездия ограничился тем что всей пятерней сделал им нос ах ты бездельник босопятый крикнула тряпичница мамаша потогон яростно всплеснула руками быть беде это уж наверняка есть тут по соседству один молодчик с бороденкой он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чипце под ручку а нынче смотрю уж у него ружье под ручкой мама шубаше мне говорила что на прошлой неделе была революция в в ну там где этот теленок в пунтуазе а теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом на этого мерзкого озорняка кажется у целестинцев полно пушек что же еще может сделать правительство с негодяями которые сами не знают что выдумать лишь бы не давать людям жить и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий господи боже мой я то видела нашу бедную королеву как ее везли на телеге и опять из-за всего этого вздорожает табак это подлость а тебя-то разбойник я уж наверное увижу на гильотине ты сопишь старушенция заметил гаврош высморкой получше свой хобот и пошел дальше когда он дошел до мощенной улицы он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог напрасно ты ругаешь революционеров мамаша мусорная куча этот пистолет на тебя же поработает чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки внезапно он услышал сзади крик погнавшаяся за ним привратница патагон издали грозила ему кулаком и крикнула ублюдок несчастный плевать мне на это с высокого дерева ответил гаврош немного погодя он прошел мимо особняка ломаньона здесь он кликнул клич вперед на бой но его вдруг охватила тоска с упреком посмотрел он на свой пистолет казалось пытаясь его растрогать я иду биться сказал он а ты вот не бьешь одна собачка может отвлечь внимание от другой мимо пробегал тощий пуделек гаврош разжалобился бедненький мой тяфтяв сказал он ему ты верно проглотил целый бочонок у тебя все обручи наружу затем он направился корм сен жарве глава третья справедливое негодование парикмахера гаврош почтенный парикмахер выгнавший двух малышей для которых гаврош разверс гостеприимное чрево слона в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата легионера служившего во времена империи между ними завязалась беседа разумеется парикмахер говорил с ветераном о мятеже затем о генерале ламарке а от ламарка перешли к императору если бы прюдом присутствовал при этом разговоре бродобрея с солдатом он приукрасил бы его и назвал диалог бритвы и сабли а как император держался на лошади спросил парикмахер плохо он не умел падать поэтому он никогда не падал а хорошие у него были кони должно быть прекрасные в тот день когда он мне пожаловал крест я разглядел его лошадь это была белая рысистая кобыла у нее были широко расставленные уши глубокая седловина изящная голова с черной звездочкой длинная шея крепкие колени выпуклые бока покатые плечи мощный круп и немного больше пятнадцати педей ростом славная лошадка заметил парикмахер да это была верховая лошадь его величества парикмахер почувствовал что после таких торжественных слов надо помолчать потом заговорил снова император был ранен только раз ведь правда сударь старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека который при этом присутствовал в пятку под ратисбоном я никогда не видел что бон был так хорошо одет как в тот день он был чистенький как новая монетка а вы господин ветеран надо думать были ранены не раз я спросил солдат пустяки под моренго получил два удара саблей по затылку под аустерлицем пулю в правую руку другую в левую ляжку под иеной под фридландом удар штыком от сюда под москвой ни то семь ни то восемь ударов пикой куда попало под люцерном осколок бомба раздробил мне палец ах да еще в битве под ватерлоу меня ударило кортечью в бедро вот и все как прекрасно умереть на поле боя с пендерическим пафосом воскликнул цирюльник что касается меня то честное слово вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни медленно постепенно каждый день с лекарствами припарками с принцовками и слабительными я предпочел бы получить в живот ядро у вас губа не дура заметил солдат только успел он это сказать как оглушительный грохот потряс лавочку стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной парикмахер побледнел как полотно боже воскликнул он это то самое что ядро вот оно сказал солдат и поднял что-то катившееся по полу то был булыжник парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел гавроша убегавшего со всех ног к рынку сэн-жан проходя мимо парикмахерской гаврош таивший в себе обиду за малышей не мог воспротивиться желанию приветствовать бродобрея по-своему и швырнул камнем в окно понимаете прохрипел цирюльник у которого бледность перешла в синеву они делают пакости лишь бы напакостить кто его обидел этого мальчишку глава 4 ребенка удивляет старик между тем на рынке сэн-жан где уже успели разоружить пост произошло соединение гавроша с кучкой людей которую вели анжельрас курфейрак комбофер и феи почти все были вооружены баурель и жан прувер разыскали их и вступили в их отряд у анжельраса была охотничья двустволка у комбофера ружье национальной гвардии с номером легиона а за поясом два пистолета высовывавшихся из-под расстегнутого сертука у жана прувера старый кавалерийский мушкетон у бауреля карабин курфейрак размахивал тростью из которой он вытащил клинок феи с обнаженной саблей в руке шествовал впереди и кричал да здравствует Польша отклик на польское восстание 1830 года они шли с морландской набережной без галстуков без шляп запыхавшиеся промокшие под дождем с горящими глазами гаврош спокойно подошел к ним куда мы идем иди с нами ответил курфейрак позади феи шел или вернее прыгал баурель чувствовавший себя среди мятежников как рыба в воде он был в малиновом жилете и имел запас слов способных сокрушить все что угодно его жилет потряс какого-то прохожего потеряв голову от страха прохожий крикнул красные пришли красные красные подхватил баурель что за нелепый страх буржуа я вот например нисколько не боюсь алых маков красная шапочка не внушает мне ужаса поверьте мне буржуа предоставим бояться красного только рогатому скоту где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства разрешение есть яйца это было великопостное послание парижского архиепископа своей пастве паства воскликнул баурель это вежливая форма слова стада и сорвал со стены послание покорив этим сердце гаврош с этой минуты он стал присматриваться к баурелю ты не прав баурель заметил анжель раз тебе бы следовало оставить это разрешение в покое не в нем дело ты зря расходуешь гнев береги боевые припасы не следует открывать огонь в одиночку ни ружейный ни душевный у каждого своя манера возразил баурель эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют я хочу есть яйца без всякого разрешения ты вот весь пылаешь хоть с виду и холоден ну а я развлекаюсь к тому же я вовсе не расходую себя я беру разбег а послание я разорвал клянусь геркулесом только чтобы войти во вкус геркулес поразила гаврош он пользовался случаем чему-нибудь поучиться а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение и он спросил его что это значит геркулес по латыни это значит черт меня побери ответил баурель тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой по-видимому одного из друзей азбуки и крикнул ему живо патронов парабеллум парабеллум готовься к войне произношение беллум война сходно с беллом красивый мужчина красивый мужчина это верно сказал гаврош теперь уже понимавший латынь их сопровождала шумная толпа студенты художники молодые люди члены кугурды и зекса рабочие портовые грузчики вооруженные дубинами и штыками а иные и с пистолетами за поясом как комбофер в толпе шел старик с виду очень дряхлый оружия у него не было но он старался не отставать хотя видимо был погружен в свои мысли гаврош заметил его эджкэ спросил он так старичок это был мобов глава пятая старик расскажем о том что произошло анжоль рас и его друзья проходили по колокольному бульвару мимо казенных хлебных амбаров как вдруг драгуны бросились в атаку анжоль рас курфейрак и комбофер были среди тех кто двинулся по улице басомпьера с криком на баррикады на улице леди гиера они встретили медленно шедшего старика их внимание привлекло то что старика шатало из стороны в сторону точно пьяного хотя все утро моросило да и теперь шел довольно сильный дождь шляпу он держал в руке курфейрак узнал папашу на дождь он был с ним знаком так как не раз провожал мариуса до самого его дома зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного староста и любителя книг он изумился увидев в этой сутылоке в двух шагах от надвигавшейся конницы старика который разгуливал с непокрытой головой под дождем среди пуль почти в самом центре перестрелки он подошел к нему и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог господин мобов идите домой почему начинается суматоха отлично будут рубить саблями стрелять из ружей господин мобов отлично палить из пушек отлично а куда вы все идете мы идем свергать правительство отлично и он пошел с ними с этого времени он не произнес ни слова его шаг сразу стал твердым рабочие хотели взять его под руки он отказался отрицательно покачав головой он шел почти в первом ряду колонны и все его движения были как у человека бодрствующего а лицо как у спящего что за странный старикан перешептывались студенты в толпе пронесся слух что это старый член конвента старый цареубийца все это скопище вступило на стекольную улицу маленький гаврош шагал впереди во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок гарниста он пел вот луна поднялась в небеса не пора ли ложится роса молвил жан несговорчивый жанне ту 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 на шату король да бог дорваный сапог доломанный грош все мое богатство чтобы клюкнуть не смейтесь друзья встали до свету два воробья и росы налокались в тимьяне зи 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 на паси король да бог дорваный сапог доломанный грош все мое богатство точно пьяницы в дым напились точно два петуха подрались тигр от смеха упал на поляне дон 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 на медон король да бог дорваный сапог доломанный грош все мое богатство черты хались на все голоса не пора ли ложится роса молвил Жан, несговорчивый Жанне, «Тен-тен-тен, на пантен, король да бог, да рваный сапог да ломаный грош — все мое богатство». Они направлялись к Сен-Мери. Глава шестая. Новобранцы. Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек. Курфейрак, Анжельрас и Комбефер заметили его вызывающую грубую внешность. Но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставне лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека. Свернув на стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрак. «Это очень кстати», — сказал Курфейрак. «Я забыл дома кошелек и потерял шляпу». Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу, кошелек и захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница. «Господин де Курфейрак». «Привратница, как вас зовут?» Вместо ответа спросил Курфейрак. Привратница опешила. «Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен. Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело. Что такое?» «Здесь кто-то вас спрашивает. Кто такой?» «Не знаю. Где он?» «У меня в привратницкой». «К черту!» крикнул Курфейрак. «Но он уже больше часа вас ждет», заметила привратница. В это время из коморки привратницы вышел юноша по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснущатый, в дырявой блузе, из оплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский. «Можно видеть господина Мариус?» «Его нет». «Вечером он вернется?» «Не знаю», — ответил Курфейрак и прибавил. «А я не вернусь». Молодой человек пристально взглянул на него и спросил, почему? «Потому». «Куда же вы идете?» «А тебе какое дело?» «Можно мне понести ваш ящик?» «Я иду на баррикаду». «Можно мне пойти с вами?» «Как хочешь», — ответил Курфейрак. «Улица свободна, мостовые для всех». И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними. Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала Сен-Мери и оказалась сама, хорошенько не зная, каким образом, на улице Сен-Дени. Книга двенадцатая. Коринф. Глава первая. История Коринфа со времени его основания. Нынешние парижане, входя на улицу Рамбето со стороны центрального рынка, замечают направо, против улицы Мон-де-Тур, лавку корзинчика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона I с надписью «Наполеон из Ивы здесь сплетен». Однако они не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет назад. Здесь была улица Шан-Верери, которая в старину писалась Шан-Верери, и прославленный кабачок Коринф. Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мери. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шан-Верери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного свет. Да будет нам позволено прибегнуть для ясности к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоу. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эстаж в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбето, должен лишь мысленно начертить букву Н, приняв за вершину улицу Сен-Дени, а за основание — рынок. Вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шан-Верери, а поперечина — улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мон-де-Тур перерезала все три линии буквы Н под самыми неожиданными углами. Таким образом, путанный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туаз между Центральным рынком и улицей Сен-Дени с одной стороны и улицами Лебяжьей и Проповедников с другой семь маленьких кварталов причудливой формы, — разные величины, расположенных в крифе в кость, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам настройки. Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных улочках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шан-Верери и Малой Бродяжной между фасадами домов тянулись подпиравшие их балки. Улица была узкая, а сточная канава широкая. Прохожие брели по мокрой мостовой, пробираясь возле ловчоных, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбето все это стерло. Название Мон-де-Тур, в буквальном переводе с французского значит «гора Извилина», точно соответствует своенравию улицы. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, находящаяся поблизости от улицы Мон-де-Тур. Прохожий, свернувший с улицы Сен-де-Ни на улицу Шан-Врери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди, со стороны центрального рынка, путь преграждает ряд высоких домов и мог предположить, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, через которые он мог выбраться наружу. Это и была улица Мон-де-Тур, одним концом соединявшаяся с улицей проповедников, а другим с улицами лебяжьей и малой бродяжной. В глубине этого подобия тупика на углу правого прохода стоял дом ниже остальных, мысом выдававшийся на улицу. В этом-то трехэтажном доме обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которому старик Теофиль посвятил двустишее. Там качается страшный скелет, то повесился бедный влюбленный. Старик Теофиль Теофиль Готье, 1811-1872. Поэт-романтик, соратник молодого Гюго в борьбе с классицизмом, одна из центральных фигур французского романтического движения 30-х годов XIX века. Место для заведения было подходящее, заведение переходило от отца к сыну. Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался Горшок роз. А так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет. Горшок роз произносится по-французски так же, как розовый столб. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке, за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабаччик изменил вывеску и велел под кистью написать золотом «коринфский виноград». Отсюда название «коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «коринф» мало-помалу вытеснило горшок роз. Последний представитель династии кабаччиков, дядюшка Гюшлу, уже не знал предания и приказал выкрасить столб в синий цвет. Зало внизу, где была стойка, зало на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собой кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, вернее, по лесенке, скрытые за незаметной дверью в большой зале второго этажа. Под крышей находились две коморки приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зало со стойкой. Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, но вышел из него повар. В его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно, фаршированных карпов, которых он называл «карп-о-грас» с коромными карпами. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменялась скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместно уведомить прохожих о своей специальности. Он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись «карп-о-грас». Зиме, ливнем и граду заблагорассудилось стереть букву «с», которой кончалось первое слово, и «ж», которой начиналось третье, после чего осталось «карп-о-грас». При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубокомысленным советом. Оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение, и, желая лишь затмить карема, он сравнялся с горацием. «Карп-хорас» «лови часы», напоминает известную строчку горация. «Карп-диэн» «лови день». Карем, прославленный парижский кулинар. Поразительно также, что изречение означало еще «зайдите в мой кабачок». Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мон-де-Тур был разворочен и широко открыт в 1847 году и по всей вероятности уже не существует. Улица Шан-Врэри и Каринф исчезли под мостовой улице Рам-Бито. Как мы уже упоминали, Каринф был местом встреч, если не сборным пунктом для Кур-Фейрака и его друзей. Открыл Каринф Гран-Терр. Он зашел туда привлеченный надписью «Карп- о-раз» и возвратился ради «Карп- о-грас». Здесь пили, здесь ели, здесь кричали, мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили, здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк. Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик вояка, забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее мы настаиваем на том, что здесь всякого ожидал радушный прием. Чудоковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга так, «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гишлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порой он вдруг разражался оглушительным хохтом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности это был шутник с мрачной внешностью. Для него не было большего удовольствия, чем напугать. Он напоминал табакерку в форме пистолет, выстрел из которой вызывает чихание. Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатая и весьма безобразное создание. В 1830 году Гюшлу умер. Вместе с ним исчезла тайна приготовления скоромных карпов. Его безутешная вдова продолжала вести дело, но кухня ухудшилась, она стала отвратительной, вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали однако ходить в Каринф из жалости, как говорил Босьюэ. Тетушка Гюшлу была грузновата, страдала одышкой и любила предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Эти воспоминания благодаря ее произношению были свободны от слащавости. Она умела приправить остреньким свои размышления о весенней паре ее жизни, когда она жила в деревне. В девушках слушаю бывало пташку малиновку, как она заливается в кустах боярышника и ничего мне на свете не нужно, рассказывала тетушка Гюшлу. Зало во втором этаже, где помещался ресторан, представляло собой большую длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами. Здесь же стоял и старый хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшиеся в углу залы четырехугольной дырой наподобие корабельного трапа. Это зало с одним единственным узким окном освещалось всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было четверостишее в честь хозяйки Гишлу. В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она. В ее ноздре волосатой бородавка большая видна. Ее встречая дрожишь, вот-вот на тебя чихнет, и нос ее крючковатый провалится в черный рот. Это было написано на стене угольком. Госпожа Гишлу очень похожая на свой портрет, написанный поэтом, с утра до вечера невозмутимо ходила мимо этих стихов. Две служанки Матлота и Жиблота, известные только под этими именами, помогали госпоже Гишлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота Матлот рыбное блюдо, Жиблота Жиблот фрикасей с кролика. Матлота жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гишлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место хозяйке, то она и была менее безобразна, чем госпожа Гишлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатическим бледным лицом, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, если можно так выразиться, пораженная хронической усталостью, вставала первая, ложилась последняя, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко, улыбаясь какой-то неопределенной, усталой, сонной улыбкой. У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе строчки, написанные на дверях мелом, рукой курфейрака, коли можешь угости, коли смеешь, сам поешь. Глава вторая. Чем кончилась веселая попойка? Легль измо, как известно, обретался главным образом у жоли. Он находил жилье так же, как птица на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в Каринф. Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка. Насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был одет хорошо. Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери Каринф. Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлота и Жиблота. Устриц, сыру и ветчины приказал Легль. Они сели за стол. В кабачке кроме них никого больше не было. Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол. Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк и чей-то голос произнес. Шел мимо, почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри, зашел. То был Грантер. Он взял табурет и сел за стол. Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина. Итого три. — Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Грантера Легль. — Тут все люди с умом один ты недоумок, — ответил Грантер. — Где это видно, чтобы две бутылки удивили мужчину? Друзья начали с еды. Грантер свина. Пол бутылки было живо опорожнено. — Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль. — Дыра у тебя на локте, — отрезал Грантера и, допив стакан, прибавил. — Да-да, Легль, орел надгробных речей. Сюртук-то у тебя стареханик. — Надеюсь, — сказал Легль. — Мы живем дружно, мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям. Я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — это старый друг. — Вот э-да правда, вступив в разговор, воскликнул Жоли. — Здарый сюртук все равно, что здарый друг. Особенно в устах человек с насморком согласился Грантер. — Ты с бульвара, Грантер? — спросил Легль. — Нет. — Мы с Жоли видели начало шествия. — Чудесное здрелище, заметил Жоли. — А как спокойно на этой улице, — воскликнул Легль. — Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри. Дюбрель и Суваль приводят их список, и Аббат Лебеф тоже. Дюбрель Жак 1528-1614 французский историк, Суваль Анри 17 век, автор ряда трудов по истории города Парижа, Аббат Лебеф Жан 1687-1760 французский историк. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми, францисканцами Франциска Осистского, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами их расплодилось видимо-невидимо. Не будем говорить о монахах, прервал Грантер. От этого хочется чесаться. И его вдруг как прорвало. Брррр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной. Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу рот людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье, мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги, сколько чернил, сколько мазни, и все это написано людьми. Какой же это плут сказал, что человек двуногая без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она, презренное существо, была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее. Увы, женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя. Кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или, как это у них там называется, она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой, и всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле. В свидетели я призываю мирт, символ любви, лавр — символ войны, оливу — эту глупышку, символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу, эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите, право. Вы хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум. Рим отказывает в покровительстве Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Клузиум — город Вертурии, осажденный около 390 года до нашей эры галлами, призвал себя на помощь римлян, что послужило поводом походу галлов под предводительством Бренна против римлян. Бренн отвечает, в том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты Эквы, Вольски и Сабинини. Они были ваши соседи, жители Клузиума наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум. Рим отвечает, вы не возьмете Клузиум. Тогда Бренн взял Рим. После этого он воскликнул горе побежденным. Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов прямо мороз по коже подирает! Он протянул свой стакан, Жюли наполнил его, Грантер выпил. Ни он, ни его друзья как будто не заметили этого, и продолжал разглагольствовать. Бренн, завладевающий Римом, орел. Банкир, завладевающий грезеткой, орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы затощего петуха вместе с кантоном Ури. Или за петуха Жирного вместе с кантоном Гларис. Неважно. Пейте. Намек на религиозную вражду между католическими и протестантскими кантонами Швейцарии. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как. Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у Господа Бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революцию, живо! У Господа Бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще. Я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики. Я плавно вел бы человеческий рот, нанизывал бы события петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, приводится в движение двумя двигателями — людьми и событиями. Но как ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно. Среди людей должны быть гении, а межсобытия — революции. Чрезвычайные события — это закон. Мировой порядок вещей не может обойтись без них. Вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, Бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная звезда с огромным хвостом, и это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а Бог — кометой. Трах! И вот северное сияние, вот революция, вот великий человек. Девяносто третий год дается крупной прописью. С красной строки — Наполеон. Наверху афиши — комета 1811 года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами. Бум-бум! Редкое зрелище. Смотрите вверх, зеваки! Тут все в беспорядке, и светило, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция. Что этим доказывается? Что Господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим, и потому что Он, Бог, не мог связать концы с концами. Право меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения и еговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаридности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мною, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода, видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская, протерта до самой веревочной основе, чему свидетель повесившийся принц Конде, видя, что зима не что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер, видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утро, одевающим вершины холмов, видя капли росы, этот поддельный жемчуг, видя иней, этот стеклярус, видя разлад среди человечества и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на видя всюду столько нищеты, я начинаю думать, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня 5 июня, а почти темно. С самого утра я жду наступления дня, а его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено. Одно не прилажено к другому. Старый мир совсем скособочился. Я перехожу в оппозицию. Все идет в кривь и в кость. Вселенная только дразнит. Все равно, как детей. Тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме этого, меня огорчает вид этого пришивца леглеизмо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как эта голая колена. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть, чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток от толпы бездельников к толпе буянов. Мне бородиться турком. Целый день созерцать глуповатых тщерей Востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека. Мне бы родиться боссеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными сеньоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца Германскому Союзу и посвящающим досуге сушки своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений. Вот для чего я был предназначен. Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам. У Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю Сараля с гуриями и рая с адолистками. Не будем оскорблять магометанство, единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике. Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут бить друг другом, бить морды друг другу, резать друг друга. И когда же, в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы? Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль. Пора просветить человеческий род. Увы, я снова печален. Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, сослужбы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают. После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля. «Кстати, о революции!» — сказал Жоли. «Виддо Бариус влюблен по-настоящему!» — «А в кого не знаешь?» — спросил Легль. «Дед!» — «Нет?» — «Я же тебе говорю, дед!» — «Любовные истории Мариуса!» — воскликнул Грантер. «Мне все известно заранее. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. Тимберийский Аполлон. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, должно быть забавный и влюбленный. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложи среди звезд. Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке, и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный. Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками, и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю Измо. — Не вы ли господин Боссе? — спросил он. — Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль. — Что тебе надо? — Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня. — Ты знаешь тетушку Гюшлу? — Да, говорю я, на улице Шанврери, вдова старика. Он говорит, поди туда, там ты найдешь господина Боссе и скажешь ему от моего имени азбука. — Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су. — Жоли, дай мне взаймы десять су, — сказал Легль. Потом повернулся к Грантеру. — Грантер, дай мне взаймы десять су. Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику. — Благодарю вас, сударь, — сказал тот. — Как тебя зовут? — спросил Легль. — Навэ, я приятель Гавроша. — Оставайся с нами, — сказал Легль. — Позавтракай с нами, — сказал Грантер. — Не могу, — ответил мальчик. — Я иду в процессии, ведь это я кричу долой полиньяка. Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий он удалился. Когда мальчик ушел, взял слово Грантер. — Вот это чистокровный гамен! Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гамен-моряк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем. Легль между тем размышлял. Потом сказал вполголоса. — Азбука, иначе говоря, похороны Ламарка. — А высокий блондин — это Анжоль Расс, уведомивший тебя, — установил Грантер. — Пойдем? — спросил Боссе. — На улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся идти в огонь, да де в воду, я де хочу простудиться. — Я остаюсь здесь, — сказал Грантер. — Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам. — Короче, мы остаемся, — заключил Легль. — Отлично. Выпьем в таком случае. Тем более, что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа. — А, бетеж! Я за Дево! — воскликнул Жоли. Легль потер себе руки и сказал, — Вот и взялись подправить революцию 1830 года. В самом деле она жмет народу подмышками. — Для меня она почти безразлична, ваша революция, — сказал Грантер. — Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укращенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле я думаю, что сегодня Луи Филипп, благодаря непогоде, может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко, поднять скипетр против народа, а зонт против дождя. В зале стало темно. Тяжелые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было. Все пошли смотреть на события. — Полдень сейчас или полночь! — вскричал Босюэ. — Ничего не видно! — Жиблота! Огня! Грантер мрачно продолжал пить. — Анжольрас презирает меня! — бормотал он. — Анжольрас сказал. — Жоли болен, Грантер пьян. — И он послал Навэ к Босюэ, а не ко мне. — А приди он за мной, я бы с ним пошел. — Тем хуже для Анжольраса. — Я не пойду на эти его похороны. Приняв такое решение, Босюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи. Одна в медном позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у Жоли и Босюэ вкус к вину. Босюэ и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа. После полудня Грантер бросил пить вино, этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц вино пользуются только уважением не больше. Опьянению сопутствует черная и белая магия. Вино всего лишь белая магия. Грантер был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему вместо того, чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша, и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшные отспенения. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжести. Это тройной мрак. Душа, этот небесный мотылек, тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — кошмар, ночь, смерть, парящие над заснувшей психеей. Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Боссе и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденности движений. С важным видом, опершись кулаком левой руки на колено и, выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке и, обращаясь к толстухе-матлоте, произносил торжественную тираду. Да откроются ворота дворца. Да будут все академиками, и да получат право обнимать мадам Гюшлу. Выпьем. Повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил. О, женщина, античная и древности освещенная, приблизься, дабы я созерцал тебя. А Жоли кричал. Ботлота и жиблота, не давайте больше пить, Грантеру. Он истратил субошедшие деньги. Он с утра уже прожрал с чудовищной расточительностью два фратка девядоста пять сантибов. А Грантер все вопил. Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей? Упившийся Боссе сохранял обычное спокойствие. Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей. Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики к оружию. Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шан-Врери, Анжельраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Феи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баурели с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними. Улица Шан-Врери в длину не превышала расстояние ружейного выстрела. Босьюэ, приставив ладони рупором к рту, крикнул «Курферак! Курферак! Ого-го!» Курферак услышал призыв, заметил Босьюэ, сделал несколько шагов по улице Шан-Врери и «Чего тебе надо, Курферака?» скрестилось с «Куда ты идешь, Босьюэ». «Строить баррикаду», ответил Курферак. «Отлично, иди сюда, мест хорошее, строй здесь!» «Правильно, Орел», ответил Курферак. И по знаку Курферака вся ватага устремилась на улицу Шан-Врери. Глава третья. На Гран-Терра начинает опускаться ночь. Место действительно было указано превосходное. Улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал Каринф. Загородить улицу Мон-де-Тур справа и слева не представляло труда. Таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Босьюэ был острый глаз трезвого Ганнибала. При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице направо-налево заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров с первого этажа и до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфиком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. — Боже мой, боже мой! — вздыхала тетушка Гюшлу. Босьюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку. Жоли, просунувшись в окно, кричал — Курфейрак, почему ты без зоттика? Ты простудишься? В течение нескольких минут из-за решоченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баурель остановили и опрокинули проезжавшие мимо распуски торговцы известью Ансо. На этих распусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжель раз поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Феи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочонки и распуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Босе и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукой народа, когда необходимо построить все то, что строят, разрушая. Матлота и жеблота присоединились к работающим. Жеблота отаскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, словно во сне. В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми. Босе перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти дамам, отпустил кондуктора и, взяв лошадей под узцы, возвратился с экипажем к баррикаде. — Омнибусы, — сказал он, — не проходят перед Каринфом. Не всем дано достигнуть Каринфа. Античная поговорка. Мгновение спустя распоряженные лошади отправились, куда глаза глядят по улице Мон-де-Тур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы. Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже. Глаза ее блуждали. Она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки. — Света представления, — бормотала она. — Жоли запечатлел поцелуй на жирной красной морщинистой шее тетушке Гюшлу, сказав при этом Грантеру. — Знаешь, бой Билый, жетская шея всегда была для бедя чепто бесконечно изысканным. Но Грантер продолжал покорять высоты диферамбического красноречия. Он схватил за талию, поднявшуюся на второй этаж, матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна. — Матлота безобразна, — кричал он. Матлота — идеал безобразия. Матлота — химера. Тайна ее рождения такова. Некий готический пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил любовь одушевить его, и оно стало матлотой. — Взгляните на нее, граждане. У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой, а уж тетушка Гюшлу — старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы. Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто. Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместия. Товарищи, мы свалим правительство. Это так же верно, как верно то, что существует 15 промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это, господа. Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я гран-тер добрый малый. У меня никогда не бывает денег. Я к ним не привык. А потому никогда в них и не нуждаюсь. Но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков. Вы бы увидели. О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда. Сколько бы добра он сделал! Матлута, поцелуй меня! Ты сладострастный рабка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовников. — Замолчи, пивная бочка! — сказал Курфирак. — Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь флоры там же, — с важностью ответил гран-тер. Анжель-Расс, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжель-Расс, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем. Фермопилы — горный проход из Фессалии в Среднюю Грецию, знаменитый по героической защите его в 480 году до н.э. 7-тысячной армии греков и спартанцев под предводительством царя Спарты Леонида от 100-тысячного войска персов. Дрохеда — город в Ирландии, взятый после штурма Кромвелем в 1649 году, причем весь гарнизон города был уничтожен. — Гран-тер! — крикнул он. — Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду! Эти гневные слова произвели на Гран-тера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу претрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжели Расса и сказал, — Позволь мне поспать здесь. — Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжель Расс. Но Гран-тер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил, — Позволь мне тут поспать, пока я не умру. Анжель Расс презрительно взглянул на него. — Гран-тер, ты не способен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать. — Вот ты увидишь, — серьезно сказал Гран-тер. Он пробормотал еще несколько невнятных слов. Потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжель Расс. Глава четвертая. Попытка утешить тетушку Гюшлу. Баурель в восторге от баррикады кричал, — Вот улица и декольтирована. Люба смотреть. Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабачика, тетушка Гюшлу. Вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда жиблота вытряхнула постельный коврик в окно. — Да-да, дорогой господин Курфейрак, ах, боже мой! Неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку, а за коврик, да за горшок с цветами, который вываливался из чердачной коморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность! Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас! Но тетушка Гюшлу, кажется, не очень ясно понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. — Отец, — сказала она, — ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление. Отец спросил, — в какую щеку он тебя ударил? — В левую. Отец ударил ее в правую и сказал, — теперь ты можешь быть довольна. Пойди, скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене. Дождь прекратился. Желающие драться пребывали. Рабочие принесли под блузами бочонок-пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два-три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника тезоименитства короля, каковой состоялся совсем недавно, первого мая. Говорили, что этими припасами снабдил их лавочник из Сент-Антуадского предместия, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоявший против него фонарь на улице Сент-Дени, и все фонари на окрестных улицах Мон-де-Тур, Лебяжьей, проповедников, Большой и Малый, Бродяжный. Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, опиравшиеся на Каринф и образовывавшие прямой угол. Большая замыкала улицу Шанврери, а другая улица Мон-де-Тур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих. Тридцать были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный заем в лавке оружейника. Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете и круглой шляпе с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен пшилом шорника. Один кричал «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронтаж национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. И при этом какая разница в возрасте, какие разные лица у бледных подростков, у загорелых портовых рабочих. Все оторопились и, помогая друг другу, говорили о надежде на успех, о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что поднимется весь Париж. Это были страшные слова, к которым примешивалось сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали, как кого зовут. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых. На кухне развели огонь. В формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное серебро кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли, крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу мотлота и жеблота, по-разному изменившиеся от страха, одна отупев, другая избегавшись, третья проснувшись, рвали старые полотенца и щипали корпию. Им помогали трое повстанцев, трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчика из бельевого магазина. Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжельрасом, в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой, а молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус. Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу наладить дело. Он сновал взад и вперед, поднимался, спускался, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно. Его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно. Его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно. Его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая. Он никому не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего. Он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку, настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы революции. Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики. Смелей! Давай еще булыжник, еще бочек, еще какую-нибудь штуку. Где бы ее взять? Вали сюда корзину со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все, ломайте дом. Баррикада — это окрошка из всякой крошки. Гляньте-ка, вон застекленная дверь. Один из работавших воскликнул, застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь? Подумаешь, сам богатырь, отпарировал гаврош. Застекленная дверь на баррикаде — превосходная вещь. Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкана донышек от бутылок? Стеклянная дверь. Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите. Эх, плохо вы соображаете, приятели. Гаврош обесил его пистолет без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал «Ружье! Дайте ружье! Почему мне не дают ружья?» «Ружье? Тебе?» удивился комбэфер. «Вот тена!» возмутился Гаврош. «А почему бы нет? Ведь было у меня ружье в 1830 году, когда поспорили с Карлом X. Анжель раз пожал плечами. Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям». Гаврош гордо повернулся к нему и объявил «Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое». «Мальчишка!» крикнул Анжель раз. «Молокосос!» не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание. Гаврош крикнул «Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки-родины? Неужели нет желания ей помочь?» Щеголь поспешил скрыться. Глава пятая. Подготовка. Газеты того времени, сообщавшие, что баррикады на улице Шанврери, сооружение почти неодолимое, достигало уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показываться над заграждением и даже взбираться наверхушку при помощи четырех рядов камней, положенных один на другой и образовывавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса распуска Фансо и опрокинутого Омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта казалась неприступной. Между стеной дома и самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек. Таким образом, выход был возможен. Дышло Омнибуса поставили стаймя и привязали веревками. Красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой. Малая баррикада Мон-де-Тур, скрытая за кабачком, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Ан-Жолерас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мон-де-Тур, открывавший через улицу проповедников выход к центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы проповедников. Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы коленом траншеи, а также узкой щели, оставленной на улице Ван-Врери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать. Таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами. Вся работа была произведена без помехи. Меньше, чем за час. Перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шан-Врери и заметив баррикаду. Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анджель раз принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина. Курфейрак раздавал их, улыбаясь. Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в сторонке, на столе у дверей, и его не тронули, оставив прозапас. Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в однообразный шум, уже не привлекали внимание. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами. Все не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжой раз расставил перед баррикадами трех часовых. Одного на улице Шан-Врери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малый Бродяжный. А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные стали ждать. Глава шестая в ожидании Что делали они в часы ожидания? Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории. Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные с оружием в руках наблюдали за парикадой, а Анжель Рас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан-Прувер, Феи, Боссе, Жоли, Баурель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого имя Редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи. Какие стихи? Вот они. Ты помнишь ту пленительную пору, когда клокочет молодостью кровь, и жизнь идет не под гору, а в гору, костюм поношен, но свежа любовь. Мы не могли начислить даже сорок, к твоим годам прибавив возраст мой, а как нам был приют укромный дорог, где и зима казалась нам весной. Наш Манюэль тогда был на вершине, Париж святое правил торжество, фуа гремел, и я храню до ныне булавку из корсажа твоего. Ты всех пленяла, адвокат без дела, тебя водил я в праду на обед, и даже роза в цветниках белела, завистливо косясь тебе во след. Цветы шептались Боже, как прелестно, какой румянец, а волос волна, или это ангел не зашел небесный, или воплотилась в девушку весна. И мы бывало под руку гуляем, и нам в лицо глядят с улыбкой все, как бы девясь, что рядом с юным маем апрель явился в праздничной красе. Все было нам так сладостно, так ново, любовь, любовь, запретный плод и цвет. Бывало, мол, ведь не успею слово, уже мне сердцем ты даешь ответ. В Сорбонне был приют мой безмятежный, где о тебе всечастно я мечтал, где пленным сердцем карту страсти нежной я перенес в студенческий квартал, и каждый день заря нас пробуждала в душистом нашем свежем уголке. Надев чулки, ты ножками болтала звезда любви на нищем чердаке. В те дни я был поклонником Платона, Мальбранш и Ламене владели мной, ты, приходя с букетом, как Мадонна, сияла мне небесной красотой. О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели друг другу в жертву приносить сердца, как по утрам в сорочке встав с постели ты в зеркальце гляделась без конца. Забуду ли те клятвы, те объятия, восходом озаренный небосклон, цветы и ленты, газовое платье, речей любви пленительный жаргон? Считали садом мы горшок с тюльпаном, окну служила юбка вместо штор, но я, простым довольствуясь стаканом, тебе японский подносил фарфор. И смехом все трагедии кончались, рукав сожженный или пропавший плед. Однажды мы с Шекспиром распрощались, продав портрет, чтоб раздобыть обед. И каждый день мы новым счастьем пьяны, и поцелуем новым счет я вел, смеясь, уничтожали мы каштаны, огромный Данте заменял нам стол. Когда впервые уловив мгновенье, твой поцелуй ответный я сорвал, и, раскрасневшись, ты ушла в смятение, как побледнев я небо призывал. Ты помнишь эти радости, печали, разорванных косы наклоскуты, ты помнишь все, чем жили, чем дышали, весь этот мир, все счастье, помнишь ты. Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий, все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным в полголоса в сумерках Жаном Прувером, который, мы о нем упоминали, был чувствительным поэтом. Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья. Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными во тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем. Этот свет придавал багрецу знамени зловещий кровавый отблеск. Глава седьмая Человек, завербованный на щепной улице Наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой оружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч. Анжель Рассом овладела нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, тот занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни единого луча. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах. В эту минуту Гаврош был очень занят и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со щепной улицы и сел за наименее освещенный стол. При распределении оружия ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством занятных вещей, не замечал этого человека. Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально взглянул на него, потом, когда человек сел, мальчишка опять вскочил. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев. Но едва войдя в залу, он погрузился в сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали издавна известные гримасы, которые обозначают «вздор, не может быть, мне померещилось, разве это не…» «Нет, не он, конечно он, да нет же!» и так далее. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу, свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, поражен. Ужимками своими он напоминал начальника Евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение. Инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставил. Было видно, что Гаврош сделал важное открытие. В самый разгар его усиленных размышлений к нему подошел Анжелерас. «Ты маленький», сказал Анжелерас. «Тебя не заметят. Выйди за баррикаду. Прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит». Гаврош выпрямился. «Значит, и маленькие на что-нибудь годятся?» «Очень приятно. Иду». «Апокамест, доверяйте маленьким и не доверяйте большим». Подняв голову и понизив голос, гаврош прибавил, показав на человека со щепной улицы. «Вы хорошо видите этого Верзилу?» «Ну и что же?» «Это сыщик». «Ты уверен?» «Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом». Анжелерас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечья грузчика, незаметно встали за столом, на который облокотился человек со щепной улицы, явно готовые броситься на него. Анжелерас подошел к нему и спросил «Кто вы такой?» При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжелераса, он в их глубине казалось прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно себе представить, и с воскомерным видом ответил «Я вижу, что…» «Ну да, вы сыщик?» «Я представитель власти, ваше имя Жавер». Анжелерас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан. У него нашли круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции, с оттиснутой вокруг надписью «Надзор и бдительность» на одной стороне, а на другой «Жавер, полицейский надзиратель, 52-х лет, и с надписью тогдашнего префекта полиции Жеске». Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжель Раз прочел пять строк, написанных рукой того же префект полиции. Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться путем особого розыска, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега сены возле Иенского моста. Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоявшему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку. Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал «Вот мыши поймало кота». Рабочие действовали так проворно, что, когда о поимке сыщика узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, курфейрак, боссе, жоли, комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу. Жавер, стоявший у столба и так опутанный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека. «Это сыщик», сказал Анжель раз, и, обернувшись к Жаверу, добавил, «Вас расстреляют за десять минут до того, как брикада будет взята». Жавер с воскомерным видом спросил, «Почему же не сейчас? Мы бережем порох. В таком случае прикончьте меня ударом ножа, шпион», сказал красавец Анжель раз, «Мы судьи, а не убийцы». Затем он позвал Гавроша, «Ну, а ты отправляйся по своим делам». «Выполни, что я тебе сказал», «иду», крикнул Гаврош. «Уже на пороге он сказал, «Кстати, вы мне отдадите его ружье», и прибавил, «Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет». Мальчик с сияющим лицом отдал честь по-военному и юркнул в проход большой баррикады. Глава восьмая несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кобюка, который, быть может, и не звался Кобюком. Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения, сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненные эпического чудовищного ужаса случай, происшедший тотчас после ухода Гавроша. Скопища людей, как известно, подобны снежному кому. Катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где они спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжель Расом, Комбофером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика. Он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кобяком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом. Этот стол они вытащили из кабачка. Кобюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал «Товарищи, знаете что? Вон, из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда черта с два никто не пройдет по улице». «Да, но дом заперт», возразил один из его собутыльников. «А мы постучимся». «Не откроют, высадим дверь». Кобюк бежит к двери, возле которой висит увесистый молоток и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ не звук. «Есть тут кто-нибудь!» кричит Кобюк. «Никаких признаков жизни». Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась. Тем не менее, жильцы дома вероятно встревожились. На третьем этаже осветилось и открылось наконец слуховое квадратное оконце. В оконце показалось свеча и благообразное испуганное лицо седобласого старика привратника. Кобюк перестал стучать. «Что вам угодно, господа?» спросил привратник. «Отворяй!» потребовал Кобюк. «Это невозможно, господа». «Отворяй сейчас же нельзя, господа». Кобюк взял ружье и прицелился в привратника. Но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел. «Ты отворишь?» «Да или нет?» «Нет, господа». «Ты говоришь нет?» «Я говорю нет, милостивые». Привратник не договорил. Раздался выстрел. Пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла. И ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше. «Так», сказал Кобюк, опустив ружье прикладом на мостовую. Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос на колени. Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжель Расс. Анжель Расс держал в руке пистолет. Он пришел на звук выстрела. Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки Кобюка. Кобюка на колени повторил он. Властным движением согнув, как тростинку коренастого здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кобюк попытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой. Бледный, с голой шеей и разметавшимися волосами, Анжель Расс женственным своим лицом напоминал античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое в представлении древнего мира должно было быть у правосудия. Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль. То, что им предстояло увидеть, было так страшно, что никто из них не мог вымолвить ни слова. Поверженный Кобюк не пытался отбиваться и дрожал всем телом. Анжель Расс отпустил его и вынул часы. «Соберись с духом», сказал он, «молись или размышляй, у тебя осталась одна минута». «Пощадите», пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов. Анжель Расс не сводил глаз с часовой стрелки. Выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кобюка, который, корчасиво, сжался к его коленям, приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись. Раздался выстрел. Убийца упал ничком на мостовую. Анжель Расс выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом. Потом толкнул ногою труп и сказал «Выбросьте это вон». Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшиеся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мон-де-Тур. Анжель Расс стоял задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли. Граждане, сказал Анжель Расс, то, что сделал этот человек гнусно, а то, что сделал я ужасно. он убил. Вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь большее преступление, чем где бы то ни было. На нас взирает революция. Мы жрецы республики. Мы священные жертвы долга. и не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя. И вы скоро увидите, к чему я себя приговорил. Слушавшие содрогнулись. Мы разделим твою участь, крикнул комбофер. Пусть так, ответил Анжель Расс. Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость чудовища старого мира. Там необходимость называлась роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и рог исчезает перед лицом братства. Сейчас не время для слова любовь, и все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь, за тобой будущее. Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане, в будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать. Земля будет сиять, род человеческий любить. Граждане, он придет этот день, когда все будет являть согласие, гармонию, свет, радость и жизнь. Он придет. И вот для того, чтобы он пришел, мы идем на смерть. Анжель раз умолк. Его целомудренные уста сомкнулись. Неподвижно точно мраборное изваяние стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить в полголоса. Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл и твердого, как скала. Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кобюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году. Добавим также, что если верить странному, но вероятно обоснованному полицейскому преданию, Кобюк был, никто иной, как Звенегрош. Во всяком случае, после смерти Кобюка больше никто не слышал о Звенегроше. Исчезнув, Звенегрош не оставил за собой никакого следа. Казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец тьмою. Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса. Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам. Книга тринадцатая. Мариус скрывается во мраке. Глава первая. От улицы Плюме до квартала Сен-Дени. Голос в сумерках позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шан-Врери показался ему голосом рока. Он хотел умереть и ему представился к этому случай. Он стучался в ворота гробницы и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянию, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавший его, вышел из сада и сказал себе «Пойдем». Обезумев от горя не в силах принять какое-либо твердое решение, не способный согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после двух месяцев упоения молодостью и любовью, одолеваемой самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел одного — скорее покончить с жизнью. Он пошел быстрым шагом. У него были пистолеты Жавера, он был вооружен. Молодой человек, которого он увидел мельком, скрылся из виду где-то на повороте. Мариус, перейдя с улицы Плюмэ на бульвар, прошел Эспланаду и мост инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика 15-го и очутился на улице Револи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины что-то покупали в лавках. В кафе Летер ели мороженое, в английской кондитерской пирожки. Несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц Пренс и Мерис. Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Поляруяль стояла кавалерия. Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того, как он удалялся от площади Поляруяль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В толпе никто как будто не произносил ни слова, и однако оттуда доносилось глухое гудение. По дороге к фонтану Арбрсек попадались сборища, неподвижные мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды. У въезда на улицу Прувер толпа не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из сгрудившихся людей, которые тихонько переговаривались. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп, всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось, в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто словно бы не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. За этой толщей на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегавшие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось, там кончалась толпа и начиналась армия. Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетези и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей не было. Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска, света, никого, безлюдия, молчания, ночь, непонятный пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб. Он продвинулся вперед. Вот он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это, мужчина, женщина? Было ли их несколько? Он не мог бы на это ответить. Тень мелькнула и исчезла. Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это гончарная улица. В середине улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка. Он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по ту сторону заграждения. Он шел у самых тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади, те, которых Бусюэ утром выпрек из омнибуса. Они брели весь день наугад по улицам и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которым в такой же мере понятны действия человека, в какой человеку пути проведения. Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья. Ружейный выстрел был все же проявлением жизни, а потом уже ничего больше не происходило. Весь его путь походил на спуск по черным ступеням, и все же Мариус шел вперед. Глава 2. Париж глазами совы Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину. Весь старый квартал центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна, это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал всюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех средств, какими она располагает, вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей, свет потухал, а иногда лишался жизни обитатель. Вот почему все замерло там. В домах царили страх, печаль и оцепенение, на улицах священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб, крыш, ни смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам блуждающим среди развалин. Этот свет выхватывал из мрака ломанные причудливые линии, очертания странных сооружений, то были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим унылом. Над ним вставали неподвижные зловещие силуэты, башня Сен-Жак, церковь Сен-Мири и еще несколько громадных зданий, которые человек создает в виде гигантов, а ночь превращает в призраки. Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стекла окончательно и где горели редкие фонари, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабели штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, усиливавшееся с каждой минутой. Он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших. Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры. Там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком. Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть, и где жутко было остаться. Входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым углом невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщих мрак. Тут был конец всему. Никакой надежды на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где, как, когда этого никто не мог бы сказать, но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительства и восстания, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться в рукопашную ощупь наугад и для тех и для других это было одинаково необходимо. Отныне оставался один исход выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые ужасом. Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться значило умереть, но никто не думал бежать. Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание переросло в революцию или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы. Ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться. Отсюда нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздиравший сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие. Набат Сен-Мири. Нельзя представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалобно сетующего во мгле. Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точный исполинский саван над исполинской могилой. Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы, во имя принципов, а средний класс, во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока все торопили и призывали последний и решительный час, вдали и вне рокового квартала, в бездонных глубинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотание сурового голоса народа, голоса устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и слова Божьего, который ужасает слабых и предостерегает мудрых, который одновременно звучит снизу как львиный рык и с высоты как глаз громовый. Глава третья Последний рубеж Мариус дошел до центрального рынка. Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы и зашел от земли и распростерся под небом. Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шан-Врери со стороны церкви Сент-Эстаж. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде Каринфа. Мариус двинулся по направлению к Зареву. Оно привело его к свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачные устья улицы проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мон-де-Тур, короткий отрезок который, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжель Расс. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок Мон-де-Тур. Немного дальше от черного угла этого переулка и улицы Шан-Ври-ри, отбрасывавшего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, с трудом различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось в туазах в пяти от него, то была внутренняя часть баррикады. Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя. Мариусу оставалось сделать всего один шаг. Несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце. Он думал о героическом полковнике Полн-Мерси, об отважном солдате, который при республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы, ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, и посидел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине, который прожил жизнь в мундире с застегнутой портупеей, с густой свисавшей на грудь бахромой Эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской давившей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях, и который после двадцати лет великих войн вернулся со шрамами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, сделав для Франции все, а против нее ничего. Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что, по примеру отца, он тоже должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы улица, а это война, война гражданская. Он увидел гражданскую войну, развершившуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться. И тут он содрогнулся. Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старевщику, и которую ему было так жаль. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него, и гневно уйдя во мрак. Что если она бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну, в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину, что она, эта шпага, вернувшаяся с полей маренгой Фридланда, не хотела идти на улицу у Шан-Врери, и после подвигов, совершенных вместе с отцом, совершать вместе с сыном иной подвиг не желала. Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, взяв ее с изголовья умершего отца, он осмелился бы принести ее с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела. Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла, как это хорошо, как справедливо, какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца. Лучше шпаги полковника быть проданной с молотка, достаться старевщику, быть отданной в лом, чем обогрять кровью грудь отечества. Мариус горько заплакал. Все это было ужасно, но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет. Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес. Ради чего и зачем теперь жить? И потом как же это? Прийти сюда и отступить? Приблизиться к опасности и бежать? Увидеть баррикаду и улизнуть? Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя, довольна, с меня хватит, я видел, и этого достаточно, это гражданская война, я ухожу. Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются, эту горсточку, противостоящую целой армии. Изменить всему сразу любви, дружбе, слову, оправдать свою трусость патриотизмом, это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь во мраке и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему «Иди же, трус!» Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову. Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли. Когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то непонятной внутренней работе, души, уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них у него был теперь ответ. По размыслям, отчего отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстания дышат таким же благородством, как исполняемый долг? В какой же мере для сына полковника Пон Мерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Мон Мерайль, не Шампо Берр, это нечто другое. Шампо Берр и Мон Мерайль места кровопролитных сражений 9 и 11 февраля 1814 года, на которых Наполеон разбил войска союзников. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так, зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли Родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется. А если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне? Гражданская война, что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми, не война между братьями? Война определяется ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских. Есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое всечеловеческое соглашение, война, по крайней мере, та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, будь она гражданская или против иноземцев, равно несправедливо, и имя ей преступление. При священном условии справедливости по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камила де Молена? Леонид против иноземцев, Тиму Леон против тирана, который из них более велик. Тиму Леон 6-5 века до нашей эры полководец и политический деятель Древней Греции освободил от тиранов Сиракузы. Один защитник, другой освободитель. Можно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестия на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Марселя Тьен купеческий старшина Прево Парижа, глава восстания 1356-58 годов, представлявшего попытку нарождавшейся буржуазии ограничить королевскую власть. Партизанская война, уличная война, а что же тут такого? Ведь такова война Амбеорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Амбеорикс, вождь гальского восстания 54-50 годы до нашей эры, в ходе которого был истреблен почти весь римский гарнизон в бельгийской Галлии. Артевелде, якобы, около 1285-1345 возглавлял правительство генских купцов и ремесленников, восставших в начале Столетней войны против графа Людовика Первого. Призвал английских принцев для восстановления королевства и был убит восставшими ткачами Гент. Марникс, де Сент, Альдегон, Филипп, 1540-1598, деятель восстания Нидерландов против испанского владычества. Пелагий умер около 737-го года, король Астурии и Овиедо, объединившие силы вестготских феодалов для борьбы с нашествием мавров на Испанию. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров, все против внешнего врага. Так вот, монархия это и есть внешний враг, угнетение внешний враг, священное право внешний враг, деспотизм нарушает моральные границы подобно тому, как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан в обоих случаях значит освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно возражать за философией должно следовать действие. Живая сила заканчивает то, что наметила идея. Скованный Прометей начинает, Аристогетон заканчивает, энциклопедия просвещает души, 10 августа их воспламеняет. Скованный Прометей тираноборческая трагедия Эсхила 5 век до нашей эры. После Эсхила Фразибул, после Дидро Дантон. Фразибул 4 век до нашей эры выдающийся афинский полководец, свергнувший правление 30 тиранов и восстановивший демократическое устройство. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновение. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения. Нужно колоть им глаза правду и бросать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были ослеплены идеей собственного спасения. Этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств. Встряхнуть это скопище, тупо созерцающее темное торжество ночи во всем его великолепии. Долой тирана! Как? О ком выговорить? Вы считаете, что Луи-Филипп тиран? Такой же, как Людовик XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет добрыми королями. Но принципы не дробятся. Логика истины прямолинейна, а свойства истины не оказывают снисхождения. Стало быть, никаких уступок. Всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено. Людовик XVI воплощает священное право. Луи-Филипп тоже, потому что он бурбон. Оба в известной мере олицетворяют захват права, и чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться. Так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции не спровергается властелин, он не спровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную справедливость, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию вновь поднять человечество вровень с правом, какое дело может быть более правым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихаимства, злоупотреблений, насилий, несправедливости и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависть. Нужно ее не спровергнуть, нужно обрушить эту чудовищную громаду, победить под Аустерлицем великий подвиг, взять Бастилию величайшей. Нет человека, который не знал бы по опыту, что душа и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах. И нередко безутешное горе любви, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логик. Нить силогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. В таком состоянии находился Мариус. Одолеваемый этими мыслями, изнеможенный, то полный решимости, то колеблющийся, трепещущий перед тем, на что он решался, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там в полголоса разговаривали не уходившие из постов люди, и в их голосах чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собой последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал не то зрителя, не то наблюдателя, как-то особенно внимательного. То был убитый Кобяком привратник. В отблесках факела, скрытого в груди булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Нельзя себе представить более необычное зрелище, чем это озаряемое колышущимся зловещим пламенем, словно из любопытства наклонившееся над улицей истинно бледное, неподвижное, удивленное лицо, вставшие дыбом волосы, открытые остекленевшие глаза и разинутый рот. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась длинная кровяная дорожка и обрывалась на втором этаже. Книга четырнадцатая Величие отчаяния Глава первая Знамя Действия первые Пока никто еще не появлялся. На Сен-Мери пробило десять. Анжели Расс и Комбофер сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой отдаленный шум шагов. Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий молодой веселый голос, казалось, доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо на мотив старой народной песенки при свете луны зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха. Друг Бюго, не спишь ли? Я от слез опух, ты, жандармов вышли поддержать мой дух, в голубой шинели кивер на боку, пули засвистели ку-ку-ку-рику. Они сжали друг другу руки. Это Гаврош, сказал Анжель Расс. Он нас предупреждает, добавил Комбефер. Стремительный бег нарушил тишину пустынные улицы. Какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув, где мое ружье? Они идут. Электрический ток пробежал по всей баррикаде. Послышался шорох. Это руки нащупывали ружье. «Хочешь взять мой карабин?» спросил мальчика Анжель Расс. «Я хочу большое ружье», ответил Гаврош и взял ружье Жавера. Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один стоявший на посту в конце улицы, другой дозорный с малой бродяжной. Дозорный из переулка проповедников остался на своем месте. Очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся. Пролет улицы Шан-Врери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане. Каждый занял свой боевой пост. Сорок три повстанца, среди них Анжель Расс, Комбе Ферр, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баурель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Феи с ружьями на прицеле стояли в окнах обоих этажей Каринфа. Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, ничего не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи командора. Но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались. Они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносятся дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких как иглы и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте подсомкнутыми веками в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела. Опять наступило молчание. Точно обе стороны чего-то внезапно из глубины мрака чей-то голос особенно зловещий, потому что никого не было видно, казалось, заговорила сама тьма, крикнул, кто идет. В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей. «Французская революция!» взволнованно и гордо ответил Анжель раз. «Огонь!» скомандовал голос. Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца плавшей печи. Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышло омнибуса. Пули отскочившие от карнизов домов попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком. «Товарищи!» крикнул Курфирак. «Не будем зря тратить порох!» «Подождем пока они не продвинутся!» «И прежде всего поднимем снова знамя!» добавил Анжель Расс. Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов. Отряд перезаряжал ружье. «У кого из вас хватит отваги?» продолжал Анжель Расс. «Кто водрузит знамя над баррикадой?» Никто не ответил. «Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел, попросту значила умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжель Расс содрогнулся. Он повторил. «Никто не возьмется!» Глава вторая Знамя действия второе С тех пор, как повстанцы дошли до Каринфа и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на Мабефа. Однако Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся за стойкой. Там он как бы погрузился в себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности и предлагали удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, словно он беседовал с кем-то. Но стоило заговорить с ним, как губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения. Казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки при залпе он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его. Он вдруг поднялся, прошел через зал, и как раз в то мгновение, когда Анжель Расс повторил свой вопрос «Никто не возьмется?» старик появился на пороге кабачка. Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики «Это тот, кто голосовал за казнь короля, член конвента, представитель народа!» Может быть, Мабеф этого не слышал. Он направился прямо к Анжель Рассу, повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом. Вырвал знамя у Анжель Расса, тот попятился и окаменел от изумления. Затем этот восьмидесятилетний старик с трясущейся головой начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде. Никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали «Шапки долой!» то было страшное зрелище. С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, лицо старика, огромный облысевший морщинистый лоб, впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов. Казалось, призрак девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках. Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груди обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный непостижимый вид. Стало так тихо, как бывает только при лицезрении чуда. Старик взмахнул красным знаменем и крикнул «Да здравствует революция! Да здравствует республика! Братство! Равенство! И смерть!» Слух осажденных достигла скороговорка, произнесенная тихим голосом, похожая на шепот торопящегося закончить молитву священник. Вероятно, это полицейский пристав с другого конца улицы предъявлял именем закона требование разойтись. Затем тот же громкий голос, что спрашивал, кто идет, крикнул «Разойдитесь!» Мебеуф, мертвенно-бледный, иступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил «Да здравствует республика!» Огонь скомандовал голос. Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду. У старика подогнулись колени. Затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал как доска навзнично мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки. Ручейки крови побежали из-под него. Старое, бледное, печальное лицо было обращено к небу. Одно из тех чувств, над которыми невластен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу. «Что за люди эти цареубийцы?» воскликнул Анжель раз. Курфейрак прошептал ему на ухо. «Скажу только тебе, я не хочу охлаждать восторг, да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком, его звали папаша Мабэв. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо». «Голова скудоумного, а сердце бруто», заметил Анжель раз и возвысил голос. «Граждане, старики подают пример молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу. Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха. Этот старец исполнен величие перед лицом Родины. Он долго жил и со славою умер. А теперь укроем в доме этот труп. Пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой». Гул грозных и решительных голосов, выражавший согласие, последовал за этими словами. Анжель раз наклонился, приподнял голову старика и все такой же строгий поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и осторожно дотрагиваясь до мертвеца, словно боясь причинить ему боль, снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал «Отныне вот наше знамя». Глава третья Лучше если бы Гаврош согласился взять карабин Анжель раз. Папашу Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них мертвое тело и обнажив голову ступая с торжественной медлительностью отнесли в нижнюю залу и положили на большой стол. Эти люди всецело поглощенные своим важным и священным делом уже не думали о грозившей им опасности. Когда труп проносили мимо по-прежнему невозмутимого Жавера Анжель раз сказал шпиону «Скоро и тебя». В это время Гаврошу единственному, кто не покинул своего поста и остался на дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас же крикнул «Берегись!» Курфейрак, Анжель раз, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баурель, Боссюэ гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, а тот отступал, но не бежал. Мгновение было решительное, но была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается вровень с насыпью, и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята. Баурель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор. Второй заколол Бауреля штыком. Третий уже опрокинул наземь курфейрака, кричавшего ко мне. Самый высокий из них, настоящий великан, шел на гавроша, выставив штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, с решительным видом нацелился в гигант и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык. Прежде чем штык коснулся гавроша, ружье вывалилось из рук солдат. Чья-то пуля ударила ему прямо в лоб и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на курфейрака и свалила его на мостовую. Это стрелял Мариус, только что появившийся на баррикаде. Глава четвертая Бочонок с порохом Скрываясь за углом улицы Мон-де-Тур, Мариус охваченный трепетом и сомнением присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мадефа, эта скорбная загадка, убитый Баурель, крик курфейрака ко мне, ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, все это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас гаврош, вторым освободил курфейрак. Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместия с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но на него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные раздраженные лица. У Мариуса не было больше оружия, бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале возле дверей он заметил бочонок с порохом. Когда полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел. Пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задело Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья. Руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает перед ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно чувствует, что этот вихрь увлекает его в еще более глубокий мрак, и что вокруг него все в тумане. Повстанцы, захваченные врасплох, но неустрашенные, вновь стянули свои силы. Анжель раз крикнул «Подождите, не стреляйте наугад! Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том числе Анжель раз, курфейрак, жан прувер и комбэфер отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады. Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер в металлическом нагруднике и густых эпалетах взмахнул шпагой и крикнул «Сдавайтесь! Огонь!» ответил Анжель раз. Оба залпа прозвучали одновременно и все исчезло в дыму. Дым был едкий и удушливый, и в нем слабо и глухо стеная ползли раненые и умирающие. Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружье. Внезапно послышался громовый голос «Прочь! Или я взорву баррикаду!» Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, затем, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады, до той каменной клетки, где был укреплен факел, вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь все национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжнике с факелом в руке, гордый, одушевленный, роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груди, где виднелся разбитый бочонок с порохом. Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду, грозно воскликнул он. Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой. Взорвешь баррикаду, крикнул сержант, значит, и себя вместе с ней, и себя вместе с ней, ответил Мариус, и приблизил факел к бочонку с порохом. Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство. Баррикада была освобождена. Глава пятая, конец стихам Жана Прувера Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею. Ты здесь. Какое счастье! воскликнул комбефер. Ты пришел кстати, заметил Буссе. Без тебя меня бы уже не было на свете, вставил Курфейрак. Без вас меня бы ухлопали, прибавил Гаврош. Кто тут начальник? спросил Мариус. Ты? ответил Анжели раз. Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу. Теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада, Мабеуф, умерший за республику, он сам во главе повстанцев. Все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил. Он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное, словно непонятное для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни. В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его. Между тем, нападавшие больше не появлялись. Слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых. Студенты медицинского факультета перевязывали раненых. Из кабачка выставили все столы, за исключением двух оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабев. Вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфиками вдовы Гешлу и служанок. На тюфики положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в Каринфе, то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе. Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады. Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных Жанна Прувера. Поискали среди раненых, его не было. Поискали среди убитых, его не было. Очевидно, он попал в плен. Комбефер сказал Анжель Рассу, они взяли в плен нашего друга. Зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика. Да, ответил Анжель Расс, но меньше, чем жизнь Жанна Прувера. Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера. Отлично, произнес комбефер. Я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными. «Слушай». Положив руку на плечо комбефера сказал Анжель Расс. «В в конце улице раздал 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 многозначительное обрицание оружия. Послышался звонкий голос. «Да здравствует Франция!» «Да здравствует будущее!» то был голос Провера. Мелькнула молния и грянул залп. Снова наступила тишина. «Они его убили!» воскликнул комбефер. Анжель Расс взглянул на Жавера и сказал «Твои же друзья тебя расстреляли!» Глава шестая Томительная смерть после томительной жизни Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб и нападающие как правило воздерживаются от обхода быть может опасаясь засады или боясь углубиться далеко в извилистые улицы. Вот почему все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду которая была в большей степени под угрозой и где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой мигавшей среди булыжников. Впрочем, на улице Мон-де-Тур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей было совершенно спокойно. Когда Мариус, воспроизведя осмотр возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо окликнул его «Господин Мариус». Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа назад сквозь решетку на улице Плюме. Но теперь этот голос казался лишь вздохом. Он оглянулся, но никого не заметил. Мариус решил, что ослышался, что у него разыгралось воображение от тех необыкновенных событий, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, намереваясь выйти из того заковулка, где находилась баррикада. «Господин Мариус!» повторил голос. На этот раз сомнения не было. Мариус ясно слышал голос. Он снова осмотрелся и никого не увидел. «Я здесь, у ваших ног!» произнес голос. Он нагнулся и увидел во мраке очертания живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему. Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное поднятое к нему лицо и услышал слова «Вы меня не узнаете?» «Нет, Эпонина». Мариус нагнулся. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье. «Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?» «Я умираю», ответила она. Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись. «Вы ранены». «Подождите, я отнесу вас в дом». «Там вас перевяжут». «Вас тяжело ранили?» «Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно?» «Где у вас болит?» «Боже мой!» «Помогите!» «И поднять ее с земли». При этом он задел ее кисть. Эпонина слабо вскрикнула. «Я сделал вам больно?» спросил Мариус. «Чуть-чуть, но я дотронулся только до вашей руки». Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темные отверстия. «Что с вашей рукой?» спросил он. «Она пробита». «Пробита?» «Да». «Чем?» «Пулей». «Каким образом?» «Вы видели наведенное на вас ружье?» «Да, и руку, закрывшую дуло. Это была моя рука». Мариус содрогнулся. «Какое безумие! Бедное дитя!» «Но это еще счастье!» «Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку. От простреленной руки не умирают». «Пуля прострелила руку, но вышла через спину», прошептала Японина. «Не стоит брать меня отсюда. Я вам сейчас скажу, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень». Он повиновался. Она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала «О, как хорошо, как приятно! Вот уже и не больно». Помолчав, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариус. «Знаете, господин Мариус, меня злило, что вы ходите в тот сад. Это глупо, потому что я сама показала вам дом, а кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы». Она остановилась, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо, промелькнувшие в ее головке, снова заговорила с той улыбкой, от которой сжимается сердце. «Я оказалась вам некрасивой, правда?» «Вот что», продолжала она, «вы погибли, теперь никому не уйти из баррикады, ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете, я на это и рассчитывала, и все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Чудно, а это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали, я ждала вас, я думала, неужели он не придет? Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала, а теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату, и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек. Как распевали там птицы? Это было совсем недавно, вы мне дали сто су, я вам сказала, не нужны мне ваши деньги. Подняли вы, по крайней мере, монету, вы ведь не богаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло, помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут. У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздиравшее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Говоря, она прижимала к ней простреленную руку в том месте, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой. Мариус с глубоким состраданием смотрел на несчастную девушку. Ох, внезапно простонала она, опять я задыхаюсь. Она вцепилась зубами в блузу и ноги ее вытянулись на мостовой. В этот момент на баррикаде раздался пронзительный петушиный голос маленького гавроша. Мальчик собирает зарядить ружье в лес на стол и весело распевал песенку, которая в то время пользовалась большой известностью. Увидев Лафаэта, жандарм не взвидел света, бежим, бежим, бежим. Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала это он и, повернувшись к Мариусу, добавила «Там мой брат, он меня не должен видеть, он будет меня ругать». «Ваш брат?» спросил Мариус с горечью и болью в сердце, думая о своем долге семейству Теннердье, который завещал ему отец. «Кто ваш брат?» «Этот мальчик?» «Тот, который поет?» «Да». Мариус хотел встать, «Не уходите», сказала она, «теперь уже недолго ждать». Она приподнялась, но ее голос все-таки был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и сказала с каким-то странным выражением, «Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас со вчерашнего дня. Мне поручили послать его по почте, а я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас, но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо». Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, казалось, она уже не чувствовала боли, затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус нащупал там какую-то бумагу. «Возьмите», сказала она. Мариуса взял письмо. Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой. «Теперь обещайте мне за мой труд», она запнулась. «Что?» спросил Мариус. «Обещайте мне». «Обещаю». «Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую». Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпунина не шевелилась. Внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, исходившей, казалось, уже из другого мира, «А знаете, господин Мариус, мне думается, я была немножко влюблена в вас». Она еще раз попыталась улыбнуться и умерла. Глава седьмая Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытым капельками холодного пота. То не была измена Козетти, то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой. Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце, едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое это чувство ему говорило, что он не должен читать письма возле умершей. Он подошел к свече, в нижней зале. Это была записочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука господину Мариусу Пон-Мерси, квартира господина Курфи-Рака, стекольная улица, номер 16. Он сломал печать и прочел. «Мой любимый, увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице вооруженного человека номер 7. Через неделю мы будем в Англии. Козетта 4 июня». Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты. То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроило Эпонина. После вечера 3 июня она приняла решение, во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это от нее Жан Вальжан получил на Марсовом поле серьезное предупреждение «Переезжайте!» Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте «Сегодня вечером мы переезжаем на улицу вооруженного человека вместе с Туссен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Туссен, не привыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой, Козетта вдруг увидела сквозь решетку, переодетую в мужское платье Эпонину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала молодого рабочего, дала ему пять франков и письмо и сказала «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Пятого июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы увидеть его. Это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака, опять-таки, чтобы увидеть его. Когда Курфейрак сказал ей «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и увидела, где строится баррикада. Мариус ничего не подозревал. Письмо Апонина носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет Мариус, как всегда придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шан-Врери. Мы уже видели, что она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя, пусть никому не достанется. Мариус покрыл поцелуями письмо Козетт. Значит, она его любит. На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе, она уезжает, отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился, ничто не изменилось в злой моей участи. Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа. Отсюда вытекают отчаянные смерть лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга. Уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прости, и спасти гавроша от неминуемой гибели, которую приготовил себе бедный мальчуган брат Эпонины и сын Тенорде. При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки. Наш брак невозможен. Я просил позволения моего деда, он отказал. У меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подли тебя, она улыбнется тебе. Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес «Мадемуазель Козетти Фошлеван, квартира господина Фошлевана, улица вооруженного человека, номер 7». Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки «Меня зовут Мариус Понмерси, прошу доставить мой труп к моему деду господину Жиль Норману, улица Сестер Страстей Господних, номер 6, в Море». Сунув бумажник в карман Свертука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчика. «Хочешь сделать кое-что для меня?» «Все что угодно», ответил Гаврош. «Господи боже мой, да без вас, ей-ей, мне бы была бы уже крышка». «Видишь это письмо?» «Вижу». «Возьми его». «Уходи сейчас же с баррикады». Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом «И завтра утром вручи его по адресу мадемуазель Козетти, проживающую господина Фошлевана человека номер семь. «Ну, хорошо, но за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет», возразил маленький герой. «По всем признакам баррикаду атакуют не раньше, чем на рассвете и возьмут не раньше, чем завтра к полудню». Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких, во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением. «Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром?» спросил Гаврош. «Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же». Гаврош не нашелся, что ответить и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению, встрепенувшись, как птица, он взял письмо. «Ладно», сказал он и пустился бегом к Монде-Туру. Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел, что ему возразить. «Еще нет и двенадцати часов, улица вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться». Книга пятнадцатая «Улица вооруженного человека». Глава первая Бювар-Болтун Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан-Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и о Париже. Две силы, дух света и дух тьмы схватились на мосту над бездной, который из двух низвергнет другого. кто кого одолеет. Четвертого июля вечером Жан-Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы. Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они стали жить вдвоем, желания Козетты и желания Жана-Вальжана не совпали, и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет «Переезжайте» брошенный незнакомцем Жан-Вальжан встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить. Они прибыли на улицу вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова. Каждого одолевали свои заботы. Жан-Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты. Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана-Вальжана. Жан-Вальжан взял с собой Туссен, чего никогда не делал в прежней отлучке. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме и не мог ни оставить там Туссен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Туссен, словно ей от века предназначено было служить у Жана-Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки. Какая уродилась, такая пригодилась. Своё дело сполняю, достальное меня не касаемо. Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан-Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила неразлучным. Тяжелые сундуки потребовали боносильщиков, а носильщики это свидетели. Позвали Фиакор к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу и уехали. Тусен с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма и бювар, чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариус. На улицу вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно. Спать легли молча. Квартира на улице вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухне с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имелась вся необходимая домашняя утварь. Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству. Такова человеческая природа. Едва Жан-Вальжан очутился на улице вооруженного человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан-Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой среди шумного города, сумрачный среди бела дня и, если можно так выразиться, защищенный от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан-Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать? Его первой заботой было поставить неразлучный возле своей постели. Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить утро вечера веселее. Жан-Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной отвратительное столовое, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Туссен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жан-Вальжана. Козетта велела Туссен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера. К пяти часам Туссен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать. Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану-Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей комнате. Жан-Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности. Во время этого скромного обеда Туссен несколько раз, заикаясь, говорила Жану-Вальжану «Сударь, крик шум кругом, в Париже дерутся». Но, поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан-Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял. Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа. Но, вместе с тем, его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, все это пройдет через день или два, он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую все представляется легким. У Жанна Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которые составляют самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В Мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта. Козетта была его отечеством. Козетте было довольна для его счастья. Мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит, она принадлежит ему. То был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там в далеких просторах мечты возрождается его счастье. Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное. Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки. Мой любимый, увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно, сегодня вечером мы будем на улице вооруженного человека номер семь, через неделю мы будем в Англии, Козетта, четвертого июня. Жан Вальжан остановился, ничего не понимая. Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, забыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которые она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге бювара. Зеркало отражало написанное. Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением. Строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение и слова обрели свой настоящий смысл. Перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариус. Это было просто и оглушительно. Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечитал четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было. Мало-помалу его восприятие стало более точным. Он взглянул на бювар Козетты и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал себе это отсюда. С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре. Опрокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную казалось всякого смысла. И тут он подумал, но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано, и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий. Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, повторилось то же явление. Четыре строчки обозначились там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление уже реальность. Это было очевидно, это было письмо, верно восстановленное зеркалом. Он все понял. Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета. Голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо. Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетте. Случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариус. До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам. Ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его. Свирепый рог, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения. Он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким. Можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул вглубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает. Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, вернее, единственное испытание, это утрата любимого существа. Бедный старый Жан-Вальжан конечно любил Козетту только как отец. Но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви. Он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа это кредитор, не принимающий опротестованного векселя. Поэтому любовь к женщине наиболее стойкая из всех чувств, смутная, слепая, чистая, чистотой ослепления, безотчетная, небесная, ангельская, божественная примешивалась ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неощутимое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, спрятанной и нетронутой в недрах горы. Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце. Выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный. И тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов тех, сменяющих друг друга оттенков зелени, светло-зеленых и темно-зеленых, какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге, как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующее которого являлась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа, отец, в котором чувствовалась мать, отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем. И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук неуловимое, подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина, и он подумал, кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я только отец, я больше не существую, когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе, она уходит от меня, скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, и вот итог. Как же так? Оказывается, он ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себелюбия. Я зарычала в безднах души этого человека. Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан-Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине. Не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками. Можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, такой мрачной печалью веяло от него. Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало, страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи. Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома. Он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные. Он вновь увидел пропасть, все ту же пропасть. Только теперь Жан-Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине. Случилось нечто неслыханное и мучительное. Он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце. Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан-Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариус. Он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов «Дурака и подлеца». Ведь это подлость строить глазки девушки в присутствии отца, который так ее любит. Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, этот юноша, и что он источник всего, Жан-Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак, ненависть. Великая скорбь подавляет, она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже зловещим. Увы, даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биением сердца полного чистой любви еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль впереди, когда выполны жизненной силы, даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы все более и более тускнее ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого, начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака. Пока он размышлял, в комнату вошла Туссен. Жан Вальжан встал и спросил ее, где это происходит, вы не знаете? А задаченная Туссен спросила, что вам угодно. Ведь вы, мне кажется, говорили, что где-то дерутся. Ах, да, ответила Туссен, в стороне Сен-Мири. Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома, самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого пробуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице. С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивается. Наступила ночь. Глава вторая Гаврош Враг освящения Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный в опрах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности он и сам не мог бы на это ответить. Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик как обычно пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома номер семь, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы, покрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественные, не торопясь, пробили одиннадцать. Набат дело рук человеческих, время дело Божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана. Он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны центрального рынка, затем снова еще более оглушительный. Вероятно, началась атака баррикады на улице Шан-Врари, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При всех этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан-Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь. Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза. По улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги. Он взглянул, и при свете фонаря у здания архива, где кончается улица, увидел бледное молодое и веселое лицо. На улицу вооруженного человека пришел гаврош. Он поглядывал вверх, и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана-Вальжана, но не обращал на него внимания. Поглядев вверх, гаврош стал смотреть вниз. Поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей. Все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, Гомен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием «Черт, побери!» Потом снова начал смотреть вверх. Жан-Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком. «Малыш», сказал он, «что тебе надо?» «Мне надо поесть», откровенно признался гаврош и прибавил, «Сами вы, малыш». Жан-Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету. Но гаврош, принадлежащий к породе тресогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь. «Смотрите», сказал он, «у вас тут еще есть фонари. Вы не подчиняетесь правилам, друзья, это непорядок. А ну-ка, разобьем это светило». Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали. Вот и начинается девяносто третий год. Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно. «Так-так, старушка улица», одобрил гаврош, «надевай свой ночной колпак». И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил, «Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно». Жан Вальжан подошел к гаврошу. «Бедняжка, он хочет есть!» Пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету. Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого су. Он смотрел на него в темноте и, поблескивание большой монеты, ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах. Их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. «Погляди им-ка на этого тигра», сказал он. Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал «Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя, меня не подкупишь, он на пяти когтях на меня не оцарапает». «У тебя есть мать?» спросил Жан Вальжан. «Уж скорее, чем у вас», не задумываясь, ответил Гаврош. «Тогда возьми эти деньги для матери», сказал Жан Вальжан. Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие. «Вправду?» спросил он. «Это не для того, чтобы я не бил фонари». «Бей сколько хочешь». «Вы славный малый», заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он спросил «Вы живете на этой улице?» «Да, что?» «Можете мне показать дом номер семь?» «Зачем тебе дом номер семь?» Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием «Да так!» У Жанна Вальжана мелькнула догадка. Душе объятой тревогой свойственны такие озарения. «Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду?» спросил он. «Вам?» сказал Гаврош. «Вы не женщина». «Письмо адресовано мазель Козетте, не так ли?» «Козетте?» проворчал Гаврош. «Как будто там так и написано». «Смешное имя». «Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо», объявил Жан Вальжан. «Давай его сюда». «В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?» «Конечно знаю». Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную в четверо бумагу. Затем он взял под козырек. «Почет Депеши», сказал он. «Она от временного правительства?» «Давай», сказал Жан Вальжан. Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой. «Не думайте, что это любовная цедулька. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам. «Давай». «Право, вы, кажется, славный малый», продолжал Гаврош. «Давай скорее». «Найте». Он вручил бумажку Жану Вальжану. «И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксетта ждет не дождется». Гаврош был весьма доволен своей остротой. «Куда отнести ответ?» спросил Жан Вальжан. «К Сен-Мери». «Ну и ошибетесь немножко», воскликнул Гаврош. «Как говорится, пирожок не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шан-Врери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин». С этими словами Гаврош ушел, или лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда. Улица вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной. В мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез. Если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал гаврош, пробегая по улице шом. Глава третья пока Козетта и Тусен спят Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фемада несколько спичек, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука. То, что он сейчас сделал, было похоже на воровство. Наконец, свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать. Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти, ненависти или ликования. Он перебегает к концу, перескакивает к началу, внимание его лихорадочно возбуждено, оно схватывает в общих чертах приблизительно лишь самое существенное, оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан-Вальжан увидел лишь следующие слова. Я умираю, когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подлить тебя. Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость. Была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с изумлением пьяного. Ему представилось великолепное зрелище, смерть ненавистного существа. В душе он испустил дикий вопль восторга. И так все кончилось. Развязка наступила скорее, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения по доброй воле. Без его, Жанна-Вальжана участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, этот человек скоро умрет. А может быть, уже умер? Тут в лихорадочном своем возбуждении он стал прикидывать в уме. Нет, он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром. После двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло. Баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете, но все равно с той минуты, как этот человек вовлечен в восстание, можно считать его погибшим. Он жан-вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. И так он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству. Будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с этим человеком. Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться, думал он. Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье! Сказав себе это, он помрачнел. Затем спустился вниз и разбудил привратника. Приблизительно час спустя Жан-вальжан вышел из дома с оружием в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка полная патронов. Он направился в сторону центрального рынка. Глава четвертая. Излишний пыл гавроша. Тем временем с гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице шом, он вышел на улицу «Вейль Одриэт», и не встретив там даже собаки, нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило, и он пошел вдоль заснувших или напуганных домов, отделяя каждой зажигательным куплетом. Злословил дрозд в тени дубравы. Недавно с девушкой одной, какой-то русский под сосной, «Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой?» Дружок Пьеро, ну что за нравы? Ты что, не день всегда с другой? К чему калейдоскоп такой? Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Подчас любовь страшнее отравы, за горло нежный взят рукой, терял я разум и покой. Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? О, где минувших дней забавы? Лизон играть хотела мной, раз, два, и обожглась игрой. Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Когда Сюзетта, Боже, правый, метнет бывало взгляд живой, я весь дрожу, я сам не свой. Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Я перелистываю главы, Мадлен со мной в тиши ночной, и что мне черти с сатаной? Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Но как причудницы лукавы, приманят ножки наготой и упорхнут. Адель, постой, Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Бледнели звезды в блеске славы, когда скадрили ангел мой, со мной Стелла шла домой. Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест, точка опоры для припева. Он корчил страшные рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалось точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один. Дело происходило ночью. Этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты. Внезапно он остановился. «Прервем романс», сказал он. Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется ансамблем, иначе говоря, некое существо и некую вещь. Вещь была ручной тележкой, а существо спавшим на ней овернцем. Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли. Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяниц. Это был вощик, крепко выпивший и крепко спавший. «Вот на что годятся летние ночи», подумал гаврош. «Овернц засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для республики, а овернца оставляют монархии». Его осенила блестящая идея. «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады». Овернец храпел. Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги. И минуту спустя пьяница, как ни в чем не бывало, покоился, растянувшись на мостовой. Тележка была свободна. Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, изъятый у какого-то плотника. Он написал «Французская республика! Тележка получена!» и подписался Гаврош. Потом засунул записку в карман плисового жилета, продолжавшего храпеть у Вернса, взялся обеими руками за оглобли и, празднуя победу, пустился во всю прыть с грохочущей тележкой в сторону центрального рынка. Это было опасно. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев в предместе. Встревоженный отряд зашевелился, на походных койках поднимались головы, два битых фонаря, песенка, распеваемая во все горло. Этого было слишком много для улиц трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уличный мальчишка уже час бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухи. Сержант Аколодко прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный. Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения сержанта и вынудил его произвести расследование. «Их тут целая шайка!» воскликнул он. «Пойдем посмотрим, только тихонько». Было ясно, что гидроанархия вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале. Сержант бесшумно ступая отважился выйти из караульни. У самого поворота с улицы Вьейль-Одриет гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем. Гаврош опять остановился. «Смотри-ка», удивился гаврош, «он тут как тут». «Добрый вечер, господин общественный порядок». Удивление гаврошу всегда длилось очень недолго. «Ты куда идешь, оборванец?» крикнул сержант. «Гражданин!» сказал гаврош. «Я вас еще не назвал буржуа. Почему вы меня оскорбляете?» «Ты куда идешь, шалопай?» «Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания», ответил гаврош. «Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?» «У вас очень милая манера выражаться. Право вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков». «Куда ты идешь?» «Куда идешь?» «Куда говори, бандит?» «Какие скверные слова», заметил гаврош. «В следующее кормление, перед тем, как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот». Сержант выставил штык. «Ты скажешь, наконец, куда идешь, злодей?» «Господин генерал», ответил гаврош, «Я ищу доктора для моей супруги, она рожает». «К оружию», крикнул сержант. «Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить. В тот миг, когда сержант готов был ринуться на гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него. И сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух. На крик сержанта выспали солдаты. Каждый выстрелил по разу наугад. Затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять. Эта пальба продолжалась добрых четверть часа. Пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам. Тем временем гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улиц за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу на углу улицы красных сирот. Он прислушался. Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Этот выразительнейший жест, в который парижские гомены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека. Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью. Так, подумал он, я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался в сласть, но я потерял дорогу. Хочешь, не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться на баррикаду. Он пошел дальше. Ах да, на чем же это я остановился, постарался припомнить он на бегу. И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало. Скосило время нас, как травы, но твердый на их бастилий строй. Друзья, долой, режим гнилой, мои красавицы, куда вы, умчались пестрой чередой. Сразимся в кегле для забавы. Где шар? Один удар лихой, и трон бурбонов стал трухой. Мои красавицы, куда вы, умчались пестрой чередой. Бледнее в Лувре ждут расправы. Народ монархию долой, мети железную метлой. Мои красавицы, куда вы, умчались пестрой чередой. Решетки не задержат лавы. Ах, Карл X срам какой, летит за дверь и в грязь башкой. Мои красавицы, куда вы, умчались пестрой чередой. Вооруженное выступление караула оказалось небезрезультатным Тележка была захвачена, пьяница взят в плен Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка Приключения Гавроша, сохранившиеся в преданиях квартала Тампль Это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа Море И запечатлелось о новых памяти следующим образом Ночная атака на караульное помещение королевской типографии